так ты будешь показывать или я или или я буду показывать ждем все кто угодно ты начинаешь я начинаю процесс уже пошел присоединяйтесь у тебя наверху пошел процесс посмотри не знаю пока я вообще впервые в эфире все ты в эфире замечательно так теперь сворачиваю бску полностью сворачиваем свернул ну и мы начинаем жень ты тут евгений женя ну теперь же не будем ждать так или я я включаю демонстрацию рано до теперь твоя задача открыть skype и сделать его на весь экран и все будет все что у меня на экране все будет видно у тебя открыл все начинаем то я приветствую вас дорогие друзья с вами сегодня негодное радио под названием глобальный цель на макар женю мы конечно сейчас будем ждать же не у нас как всегда любит немножко опаздывать но я думаю это не так плохо сегодня как мы обещали илья расскажет очень много интересного это связано с фильмами причем как мы думаем но то есть наши группы то есть это илья женя я что фильмы это некие подсказки все-таки до которые вот глумясь показывают нам ну как сказать захватчики не захватчики на общем те люди которые хозяевами мира или хозяевами мира ну как их можно назвать илья но скажем так они не правообладатели но они пока фактические владельцы скажем так же женя запускай запускаю все запущено и давай начнем все-таки с обелиска давай и вот соратники в свете вновь выпущенного своего видео мы проводим совместный стрим видео у меня крайне было по тому как нас программируют где в общем то немножко разбирали скрытые смыслы и о том чем является кино не случайно и ленин говорил что из всех искусств для нас важнейшим является кино и и плакаты советского времени говорили что искусство мол это тот молот которым мы формируем реальность и в общем то мы мало кто задумывался что на самом деле так и есть и преувеличение тут вообще нет никакого а действительно в свете некоторых событий и последних изысканий о природе реальности и природе нашего сознания нашего места и информации о потопе картинка складывается весьма интересным и если мы начнем складывать цельную картинку то вот как раз таки кино она занимает не маленькое место и в общем то пронизывает все наши знания и все сознание потому что кино мне кажется это не просто кино и те символы которыми насыщен любой фильм которые присутствуют в любом фильме я не говорю о масонских символах и либо нлп либо программирование мы сейчас даже не о психологии уровень психологии он понятен и очевиден в общем туда определенные догмы определенные манеры поведения определенной установки действительно присутствуют во всех фильмах случайностей не бывает но мы даже не о манере поведения которые нам насужен насаждают мы о более глубоких смыслах даже не о втором смысловом ряде мы в принципе о символизме и вот хотели бы сегодня поговорить в частности я и это пошло очень давно начинается еще с чарли чапли начинается еще вообще с изобретение так называемого изобретение кино когда враг нам дал эту технологию и и массово начали штамповки и фальшивок различных как индейцев в америке чтобы показать что там были только тупые примитивные индейцы и конец девятнадцатого века вся голливудская индустрия помимо развлекаловки откровенные чарли чаплина массово штамповала фильмы про индейцев чтобы всех убедить что там жили только индейцы а храмы типа артемида и парфенона и обелиски гигантские и купол типа исакия который на вашингтоне и вообще по всей америке вся единая архитектура и крепости звезды но наверное построили прибывающие туда голландцы чтобы отбиваться от тех же индейцев огромные игра гранитные форты по звездной архитектуре наверное чтобы от индейцев отбиваться вот такая была официальная догма официальная доктрина ну а высотки наверное уже чтобы опять же показать что мы не индейцы шучу конечно же хотя небоскребы уже были уже в конце девятнадцатого века были и им судя по технологиям использованным и по сложности изготовления им не одна сотня лет и многие стоят до сих пор уже 200 лет стоят с тех пор с момента первых их фоток и ничего они в отличной форме но давайте поговорим о символизме вот в частности если кто-то смотрел фильм космическая одиссея стэнли кубрика то там нам четко показывают вот такую вот картинку рома еще парочку покажи в принципе чтобы было понятно что это не одна не целая серия вот она до космическая одиссея и там есть замечательный момент когда дикие якобы обезьяны естественно напрашивается аллегория что обезьяны это мы вещь и люди же от обезьян произошли по своим делам диким как-то вот гуляют ходят и вдруг на рассвете появляется этот вот обелиск это явно масонский символ который контрастирует в общем то с тем что было у нас с кругом к солнцем и прочее это полностью противоположность солнцу солнце это белый круг а вот черный квадрат ли прямоугольник этой четко масонский хотя их и придумали в 19-м веке но они себе забрали много символов в частности вот символ наших захватчиков это черный квадрат это противоположность белому кругу и вот нам дают понять что вот это символ цивилизации и четко против противопоставляется на уровне символизма якобы дикости наш вот мы такие все дикие были и вот нам пришел целый цвет 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 цивилизации и вот они и там и замечательный момент наложения рассвета солнца на этот обелиск ром попробуй найти еще в фотках вот примерно так только там солнышко если из-за него выходит почти в конце мы тоже мимо пошли и там получается что солнце как бы восходит над обелиском и из-за обелиска то есть происходит наложение обелиска и солнце то есть идет наложение символов в прошлой цивилизации нашей на навязанный нам символ и это фильм очень давний ну я в принципе пока не могу найти картинку то есть нам как бы делают прошлое нам навязывают прошлое что мы такие дикие и нам вот цивилизаторы принесли новые знания и свет типа люцифер может быть глубоко и далеко зашел но давайте вернемся на допустим планету обезьян самую первую там 68 помогут если не ошибаюсь если можно найти самое первое вот смысл в общем то в том что люди попадают в некое прошлое как потом оказалось будущее где обезьяны захватывались то самое интересное момент вот этот вот где он обнаруживает затопленную статус свободы то есть четкая отсылка к потопу в то же время там интересно на наших мозгах играют как вы думаете соратники что еще хотят заложить в наши мозги вот этим фильмом вот этой даже картинкой вообще в принципе с илья сам фильм он очень странно как-то говорит о том что как бы путешествие во время нереальны получается так так и переигрывает прошлое кое-кто или да 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 это я просто хочу немножко вернуться к прежней картинке добавить ром открой пожалуйста то что прислал это это в кадр из начальной начальной заставки но фильма всем известна фильма кто любит комедии называется шестой элемент с лисли нильсона в главной роли когда-то сказал про вот этот обелиск я сразу вспомнил заставку этого фильма это один в один оттуда взято ну вернее это даже фильм снят до одиссеи и тут как видите мало того что обезьяна обелиска да еще и рука с когтями которые толкают это белиска он придавливает эту обезьяну как вот в конечной форме так все заткнись по обезьяна и так далее вот так вот ну чего а это не он даже не историк не толкает я не вижу особенно когтей но допустим я не смогу там когти видны когти там таких как бы длинную то есть человеческая рука на что-то нечеловеческое есть да какие-то странные пальцы но это похоже на вот в капелла микеланджело и там якобы бог якобы хочет притронуться к человеку помнишь этот это же сега на кружат ссылка есть немножко и и сам того что это рука бога сказано что бог сказал там заткнись ты тупая обезьяна даже да 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 вот в этой руке несколько символов первое это символ якобы бога что наш враг выдает себя за бога второй он скрывается за этим черным убережком на черном квадратом то есть валили в открытую на уровне символизма вот представим некую ситуацию скоска встречаются два существа условно люди и не люди совершенно не человеческой природы но они в этой вселенной и они должны как-то коммуницировать общаться вот на каком языке они будут общаться я думаю на языке символов потому что языка нет ни факт что вообще звуками общается другое создание это у нас все на звуке было мы звуками общаемся а вот тебе представим что изначально коммуникации у врага происходит не с помощью звука то есть ну нету горла в нашем понимании но по закону нашей вселенной нужно как-то общаться и вот общение происходит на уровне символов и они в открытую говорят но то что мы не поняли то типа наши проблемы наши проблемы и вот они вот такими вот картинками показывают а другое просто мы неправильно поняли что мы посмеялись и не принято не предпринимать их действий потому что по закону наша вселенная не обязаны озвучить свои намерения а уже молчание типа знак согласия все мы ничего не сделали значит мы согласны с этим и вот так вот тут важно что за этим символом стоит якобы бог скрывается за обелиском а мы такие тупые обезьяны не понимаем вот это очень много о чем говорит картинка очень много согласен коллеги и да все тут все туда я понял ну ты с никитой общаешься я понял и о о чем еще может говорить от фильм планет обезьян кто здесь обезьяна кто захватчики почему нас сталкивают так казалось бы даже обезьяны и почему обезьяны так развиты ну да я не думаю что дело конечно в той химии которую им вкалывали до или четверг тут немножко другая цель другой посыл идет это это смена как бы не то что даже технологии это вообще смесь смена эпох людей на обезьян обезьян на людей и странное какое-то вот это понимание что они так очень сильно пытались протолкнуть теорию того что мы от обезьян произошли это тоже странно очень причем они все знали еще в 19 веке когда эту теорию заложили которая явно в противоречии то есть играют на плюсе и минусе то есть на создание максимально полярных то есть разделе и власть якобы люди которые за науку считают что от обезьян притошли и люди которые якобы за религию но и то и другое искусство и придумано это гениальный же способ правду и ложь как внедрить правду ложь на как ты ведь ложь одну часть лжи назвать правду и другую ложью либо обе назвать правдой о правде вообще забыть то есть ложь разделить на две части и вот тут создали две лжи которые друг с другом воюют собственно говоря и разделяет наше сознание придумали религии и придумали якобы науку который якобы противоречит друг другу на самом деле вера и знания не противоречит друг другу это и есть одно и то же по сути но враг поступил очень мудро и вот вот этой идеи которая когда человек произошел от обезьяны явно ввели противоречие с другой частью людей которые как бы верили то что человек произошел от бога сам не то ни другое не совсем правда скажем так я бы сказал больше вообще не правда все сложнее категорически и понимаешь по мне так понятия бог господь это вот те которые себя господами называют которые считают себя выше пути разные вещи с вот он весь смысл получаю на понятие это точно а что обезьян не не бог создал вселенную не был сынок по этой логике ты знаешь по логике верующих понимаешь кто не принял иисуса кто не молится иисусу тут попадает ватт получается аборигены там африки тоже попадут типа вот понимаешь они же сус они знают вот но странные понятия понимаешь и куда ни плюнь везде агрессия понимаешь вера вроде бы любовь должна нести скажите против бога все тебя убить готовы ну да я кстати хочу маленькую рекламку сделать уже не девятьярова это северные воины в гене до канал я думаю многие знают этот канал посмотрите его крайние два видео это очень интересно он там не что выяснил как говорится для себя и поделился со своими зрителями так что советую посмотреть эти два ролика продолжать я здесь еще хочу добавить конечно хотелось бы тоже мнение например твою ли я услышать так как ты отрицаешь все вот эти вот ну допустим там рукописи какие-то трактаты для не отрица я признаю их но говорю что они я между что да не ты признаешь но типа это все подделками на примеру те же древние индийские писания где сказано про ванаров то есть про людей обезьян вот как ты думаешь отчасти правда здесь есть я просто вопрос лично тебе то есть на твой взгляд на твои твое мнение или это тоже все придумали там может быть все таки часть правда есть или там просто замазаны толстым слоем шоколада там или все это выдумка а ты знаешь потому что и обезьян слишком много стали везде показать именно внедрить чувство вины но к чувству вины мы еще перейдем на фильме аванпост допустим и и либо вторжение либо прибытие и так далее неважно как думаешь и платкая раса я допускаю что были широчайшие возможности для генной инженерии генной модификации безусловно и самый лучший способ соврать это сказать почти всю правду понимаешь ну да да то есть никто не поверит все равно знал о нас он изучил во время первого вторжения обломался и начал уже изучать во время второго вторжения больше подготовил и уже когда создавал новое общество он создавал на основе чего-то ведь все сооружения с куполами он назвал для помолиться храмами хотя назначение совершенно другое и и так далее то есть это все продумано было все продумано очень знаешь что меня интересует вот это что за знаки у них нам поближе посмотреть но я пытаюсь сейчас открыть надо будет но уже а это типа закос под жрецов да кстати каких-то египетских да 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 немножко видоизмененный очень много можно поговорить по сериалам современным космическим идущим потому что там очень много чего тоже перемешано очень сложно отделить мух от котлет но тем не менее как минимум это дизайнеры хорошо поработали давайте так оставим на этом сразу напоминает костюмы из звездного это звездных врат да это элемент стартрек это элемент что угодно эти костюмы похожи как-то люди пишут а так вот уже не не до ответил и на самом деле все даже вот так называемых хабхарахта и так далее и прочее так называемые древнеидийские книги они все тоже из девятнадцатого века они все напечатаны на бумаге ходят сказки про написанное что-то на золотых лесках и так далее но это сказки не тем не менее там данные допустим по технологиям виман они их они подтверждаются даже сейчас то есть технологии там приведены материалы создание материалов создание приборов различных там же это все как бы верно на самом деле реально то есть приборы ну допустим материал точно создали часть правды там есть лучший способ соврать это сказать почти всю правду безусловно якобы было великое прошлое нам создают великое прошлое Куликово поле которого нигде не было только в конце ужаса века его якобы нашли причем тот же человек на своих же владениях нашел и причем там нет ни одного подтверждения что какая-то битва была на этом поле да и так далее то есть якобы какое-то крещение Руси якобы царградь брали и прочее Казань брал шпака не брал вот странно всем создавали великое прошлое китайцам сейчас клепают великое прошлое для этого сносят пирамиды везде потому что это же не гитайское они уничтожают европейские здания везде в Бирме в Мьянме который целый квартал европейских зданий заброшенных их как бы много сносят но сейчас заброшены в перенаселенной Бирме в Бангладеш вот недавно был в Даке там целый квартал старых зданий сгорел бывают совпадения Матердам и эти здания да сгорели и все и так далее в Шри-Ланке якобы пять взрывов на самом деле девятнадцать взрывов потому что знакомый мой там живет ну мы работаем есть именно старых зданий церквей европейского стиля в Китае все старые церкви четыреста только за год за одиннадцатый год было одно сообщение потом пропало уничтожили снесли просто в рамках борьбы с религиями но они не с религиями борются не со старыми зданиями с нашими храмами но они все европейского типа то есть китайских там нет и наоборот китайский новодел типа в китайском стиле клепают как могут идет уничтожение и подмена истории придумывания истории то есть новые храмы строят старые наши храмы генераторы которые еще можно восстановить которые с ртутью в стенах которые вот с изоляцией которые с клетками фарадея и так далее с нормальными куполами которые стоящего волна делают они вот эти вот блестящего дела вот это все уничтожают обратим внимание пожалуйста да ничего не вижу ничего не слышу ничего не скажу а это знаешь о чем вообще по моему вся вот это вот эти все вот жесты знаки да что они сейчас делают это вообще я считает судебная система сейчас такая во всем мире но возможно не слышу глухая слепая и вообще еда и правительство такое же наглость все серьезно это все части одной системы не существует системы судебно допустим либо еще какой-то это одна система глобальная система подавления геноцида разделение нас по принципу национальности религии расы и так далее на самом деле якобы это все уничтожает на самом деле все это сохраняется и культивируется а вместо подавления якобы ксенофобии и прочее подведут толерантности он сажается человечность и плюс ко всему давайте обратим внимание на то что у них тоже есть свое божество но по факту выясняется это первая обезьяна которая попала в будущее да наверное на эту же которая осознала нету да и получается намек на то что такое боги допустим понимаешь это это тоже смысл имеет сталкивают две идеи первое наше осознание то есть мы осознаемся и под подменили понятие нас обезьянами то есть проецируются наши процессы в нашем подсознании в коллективном на и обезьян чтобы мы сопротивлялись осознаванию обезьян в этом фильме задается некий пласты грегориальные сталкиваются двое пребера потому что якобы осознавание обезьян под которыми мы подразумеваемся что мы осознаемся процессы в современном обществе а современное общее о чем я говорю да то есть мы осознаемся а тут провели параллель с этими обезьянами и сделать так чтобы мы же гасили это наше же осознавание потому что якобы боялись что обезьяны осознаются на самом деле мы сами себя то есть переводит нашу агрессию на нас аналитически очень коварный подлый прием и этот фильм повторяется несколько раз 68 вот недавно вышел планета обезьян ремейк но наиболее явно так вот абстрактно и аллегорично вот это все появляется в первой планете обезьян поэтому я попросил именно с нее фотки найти алексей александрович написал фильм чужие среди нас вот наше будущее да кстати тоже говорящая многом фильм это не будущее это прошлое это настоящее это самый смак да 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 это можно потом оставить там все и самая знаете же интересное что мы действительно осознаем что я скажу как есть это ненасытные не до люди вообще или не люди даже просто ненасытные которые грибут грибут почему-то они помешиваются в на на богатствах и они прекрасно понимают что мы о них думаем что мы их ненавидим что это для меня я извините это твари честно это это мое сукупо личное мнение это одна тварь есть эти группы в к твари методы борьбы приглашаю всех туда уже можно она существует с 12-го года неважно давно как и группа по генератором аргона поэтому всех прошу и кто наши захватчики я покажу мне просто в чате ксюша кто захватчики я покажу в следующем году ждите следующие два фильма там объясняется ты вообще 100 фильмов на обещал на следующий год в плане да но это будет хорошо до конца этого года надо сделать верно кстати насчет того шестого элемента я считаю что нет я раньше конечно не считал не думал да сейчас начинаешь понимать что насколько же там запрограммировано много-много-много-много всего в одном фильме причем комедии как вы знаете проще всего в тюхи втюхнуть в наше сознание так смеясь над видом смеха да 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 когда ты вообще не критикуешь ничего то есть просто смотришь развлекаешься тебе закладывают там множество программ абсолютно разных понятий программ и там кстати те же рептилоиды показаны за там четко все показано здорово очень здорово инопланетяне там разных мастей как они могут делать как они перевоплощаются ну причем это опять же только часть поверхность да вот сейчас говоришь что типа 1 они много и когда этот можно много проследить но например сейчас часто крутят по телевизору там всякие там обитель зла а там какая система там муравейник можно его назвать там улей еще и называют так запрошу тима улья это следующий год мы сильный нет я я веду я веду что там мысль такая что кто-то главный заправляет чем-то большим да ты все карты сейчас не раскрывай пожалуйста нет это я просто спойлер сделал не шаль не буду не спали его нылья уже занят уже все даже а давайте я алину зачитаю вот алина ангел написала мы ведь думаем что совершенно только мы и вокруг никого а вы знаете ребят действительно осознавать это тоже очень страшно во-первых совершенно допустим дерево совершенно трава совершенно цветы природа до мир наш где мы живем вот это совершенство честно говоря мы сейчас на данное время живем реально как паразиты это не в оскорблении людям это вот так ну буду дороги как говорится этого высшего процессора я сейчас скажу хочу хочешь за себя скажу но понятие того что паразитизм у нас разве только благодаря паразитам которые нас до которые нас сделали такими мы действительно правильно как вот этот агент смит говорил матрицы вы люди говорит вирус который все уничтожает на своем пути вот и все они нам прививают чувство вины за то что просто да есть чтобы помешать нашему осознанию я просто очень что раньше жили действительно по кону а нам придумали какой-то закон то что за граню как говорится человечество влияет от природного действительно вот что не посмотрел нас все природное было было когда-то природа полосны было выбраться вот этих ничего вот этого не было что портило природу этого не было ради вот этого богатства ради добычи добычи как хотите золото бриллиантов они просто все уничтожили и нас сделали такими плохими смотрел отрывок из там что-то про добычу полезных этих всяких драгметаллов супер драгметаллов оказывается из тонны породы добывается всего лишь полтора грамма платины представляете 5 сколько лопатится земли чтобы просто вот ради этой фигни вот это реально фигни которые в общем-то и не нужно добывать хотя есть трансмутация есть до из воды добывания из о химии салик мясо говоря да 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 фильтры есть определенные а тут типа намеренно сжигается сколько всего уничтожается земли с перелопачивается просто миллиарды но вон лес на воровали на воровали взяли и сожгли нафиг и пофигу что люди там допустим дома у нас сжечь и он горит на только в сибири он горит по всему миру и в австралии в африке и в южном но за китайцам хорошо они сейчас с дровами нам же продаю пофигу это опять же муравейник бог с ним потом поговорим про китайцы кстати насчет шестого элемента есть еще фильм пятый элемент замечательный есть давайте с иван пост и начнем потому что мы начали говорить про чувство вины верно я начал говорить ну тогда открою ван пост если кто смотрел ван пост замечательный фильм где прекрасно нам впендюривается чувство вины гигантское то есть если кто-то хочет сделать тебя виноватым почувствовать себя виноватым значит он хочет власти над тобой вот нам всем внедряют чувство вины что мы действительно саранча что мы уничтожили прежних якобы лемурийцев атлантов и прочих прошлую цивилизацию якобы якобы 200 но смысл фильма такой что якобы 200 тысяч лет назад нами заинтересовалась на землю и какая-то цивилизация и послала сюда корабль и приехали два якобы человек вот эти в безносых фотки есть уже да ну вот а ты че не смотришь сейчас сейчас смотрю все увидел на башню задерживать уродом да и навязывается чувство вины такое что вот люди оказывается продукт вот этих вот людей вот этих безносов которые вот это не люди использовали свой генотип якобы создали людей то есть отсылка на то чтобы на гигантов которые были якобы умнее и могли манипулировать нашим сознанием и мы такая вот агрессия жажда жить и агрессии вот на это убежать защищать себя и желать жить хотеть жить оказывается это плохо это чувство вины вызывает и там такой эпатажный не знаю диалог монолог идет что мы саранча выведены специально чтобы уничтожить предыдущих но уничтожили а получается тогда что как по уничтожили высокоразвитую цивилизацию собою своей же своим желанием жить чем абсолютный бред но чувство вины такое гигантское и смысл такой что в общем то мы саранча и нам нужно получается умереть и те кто получается нас освобождает а есть добрые силы которые тут на освобождение земли это сильно забегая вперед получается это наши не то что хозяева не то что наши создатели но нас заставляют ненавидеть тех кто идет на нам на освобождение и прививая чувство вины вот и настолько подлый прием в этом фильме что то долго они идут что долго всего 200 лет назад нас расхерачили ну это скайлайн уже космических но скайлайн это вообще отдельная песня через букву т большую как и вторжение в общем то и вот чувство вины мне сильно не понравилось мне очень нравится аванпост мне очень нравится вторжение которое будет и первый фильм как его там сейчас будут вторжение до игра эндора чего игра эндора нет вот наш российский защитники там защитники другой это звене это то что и на инопланетянин там такая пурга честно говорю вот но что там запрограммировано то найти пожалуйста даже не смотрю как он называю наши вообще не редко смотрю я вернусь этот машу я этот кого не смотрю честно пришествие бандерлак невозможно даже воспринимать уж лучше пусть вот знаешь люди-то смотрят и им второй смысловый ряд его внедряется нет тут мне иисус блин вылез ты понимаешь дарчук добавь явно иисус уйдет где в колесе бандерщук нет но да обычно это связано с этим потому что притяжение на протяжение да точно благодарю в общем смысл этого фильма какой хороший хороший чужой хороший чужой с явно иудейской внешностью прилетает на нашу планету можно на выжить да это фильм ты честно не спорил года два назад ему он был как называется притяжение я не смотрел интересно и не надо не на меня не смотри на пор мозгов отличная попытка такая замечательно его интересует вода якобы у него много воды но но где тема воды там явно не раскрыта ну и на его планете и вот он такой хороший в него влюбляется наша скажем так и земная девушка русская отдает ему свою кровь кидает своего парня который выставляется полностью полным идиотом потому что говорит что это наша земля оказывается говорить что это наша земля и защищать ее от пришельцев могут только полные придурки или провокаторы как говорит один сказочный при всем уложении к нему вот и он выставляется полным идиотом оказывается нужно идти против отца нужно идти против парня нужно самой принимать решение рушить всю свою жизнь это программа для девушек там заложена такая нужно отдавать свою кровь свою кровь чужакам вот этот главный посыл что все мудаки и нужно делать так так левка мозгов для девушек это просто пипец на уровне второго смыслового ряда просто на уровне психологии на уровне архетипов на уровне магии там заложено еще больше херня я просто крю какая программа нашим девушкам под видом красивой любви на что их программируют это ужас есть не смотрел но новейший терминатор который вот недавно у это просто это токсична шиминизм в высшей степени чувствуется это вот ядерный взрыв мозга илья же не вот так вот представляешь прилетает вот этот космический кораблик оттуда вылазит вот такая фигня и таки шалом блин один в один а вы смотри не тот только что фильм фильм вышел ржев да мы идем не туда куда я хотел как бы в том что голливудский фильм который хотел показать и другое но это стоит того чтобы облечься вот найди картинки рожева кого нет не смотри рожевый кино ржев до брось ты блин вот ты какой кал смотришь или я ты чего я смотрю или судить надо их судить врага за то что они профукивают бабки нафиг народные это министерство культуры они отлично отрабатывают свои бабки ничего они не отрабатывают они просто прожирают бабки покупают яхты жиреют за насчет и он это обещал в культуру гнать надо нафиг и все рома кто-то обещал в политику и тюрьму извините за выражение делать позор вот это гениальный фирм чем он гениальный покажи сейчас обещание зумцы делали циц на тебе ржев вот девятнадцатый замечательно наши деды не за это воевали блин если бы наши деды живы были они бы кошки отбили нафиг молодец начинаешь понимать как там обсирают всю идею великой победы позорище ходячие вообще не знаю какой наступление актеры звезды нафиг блин да это звезды преисподне я хоть и не верующий лома будь умнее пойми главный смысл этого фильма на что гениально потрачен каждый рубль наших денег выделены на это кино он не для того чтобы мы вспомнили о хорошем светлом чистом первой наступательной операции второй мировой войны с которой собственно и пошло отбрасывание врага они у них была цель обосрать и перевернуть все они это прекрасно сделали гениально показали что завалили трупами идет пропаганда алкашки весь фильм главная ценность на войне шнапс захвачены у немцев немцы идеально воюют то есть наши победили потому что бухать люблю любили так получается надели потому что основная ударная сила оказывается уголовники самые замечательные да вот победили потому что это я не буду показывать закидали да брось ты уже всем всем можно да нет не стоит это художник до нас есть право показывать освещать художественное произведение даже нет нет у нас такого про компьютерных фильмах ну ладно спорно так вот переврали все абсолютно показали примитивизм и бездействие отцов командиров что они тупые и мягко говоря командиры тупые все в основном зэки и шли на немца только из-за страха быть расстреляны да да закидали трупами совершенно верно вот я желаю этим людишкам побывать на таких местах найти пожалуйста уйти в прошлое попасть на эту войну чтобы он там бошки подбили причем есть два политрука два политрука один условно хороший явно иудейской внешности и он такой еще нормальный как бы хотя на передовой это редкое явление с такой внешности люди поищи пожалуйста а вот другая правильно написал николай n во всех патриотических якобы фильмах сделанных в россии войну выиграли люди славянской внешности другие народы ссср просто вычеркнуты действительно многонациональная страна многонациональный народ 90 процентов были русских а если братья русских которые называются украинскими украинцами белорусами то на фронте можете посмотреть 95 процентов было русов русский народ победитель был плакат потом его перей и начали ну не знаю и стали на русскому народу народу победителю и это не обсуждается да были многонациональная страна и все воевали да но при уменьшать вклад именно русского народа если посмотреть потери именно русского надо именно процентные потери то больше всего белорусы русские но это один народ это не разные народы это один народ и больше всего пострадал именно и на то есть вложился именно русский народ и я имею право утверждать это не связано в 282 разжигание это статистика и это не обсуждается пожалуйста поищи фотку этого политрука ну тогда я не буду смотреть эти этот фильм да и не стоит я же поспорю чем не так стоит смотреть наш ну как же не такая высота я его не смотрел я даже не знаю как это чудище выглядит и не надо вас привет чебурашка поехали дальше давай аван пост можно посмотрели притяжение посмотрели так давай пятый элемент но вот это очень хорошее развлекало коррективные да давай да правильно тут написал человек bad comedian ребят смотрите bad comedian вы поймете что на это ерунду не стоит ходить даже да даже внимание свое обращать позорище это позор вообще вот кто не смотрел не смотрите это промышка мозгов откровенная а вот замечательные фильмы кто смотрел этот элемент замечательная идея неоднократно да 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 то же самое это шедеврально все таки волк его открывая роли мистера зло и там как видишь показано тоже и представители всяких рептильных цивилизаций и какие-то вот это мистер зорк этот показаны причем он в таком виде ну известного диктатора с такой же челкой вот не будем называть вот они рептилоиды которые причем показан процесс их изменение формы вот этот не главный темнокожий главарь но якобы я когда американца уже на грани вымирания якобы с ними война заметь хотя сейчас все еще не так но так будет немножко сильно забегаю вперед снова но это потом расскажешь фильме потом чё здесь показано что вот это вот лава лагуна на хорошая рептильная девушка да ну там немножко другое там это параллельная немножко и дамы реально хорошая тип пас она поняла denis голямов написал за весь фильм пятый элемент главный герой ни разу не встретился глаз главным злодеем а ведь действительно так и есть прикольно кстати точно точно это что-то другая хрень хотя актер обратить на него внимание он давно давно играет еще с этим среди мерфи играет очень с чак джеки чаном играет в разных фильмах обратите на него пристальное внимание особенно прошу обратить внимание в этом фильме там есть очень интересный кадр особенно в конце где так скажем можно встретить некие проявления у этого человека я бы конечно сказал что это человек совсем не совсем человек очень интересный актер друзья очень советую обратить на него внимание в плане неких аномалий отчет ну вот как у там зовут и забык крис такер когда крис такер 8 ну это к теме опять же всяких так живущих под видом людей на нашей земле такая же говорящая голова как и многие другие как мадонна и все прочее масонской мне ну тут у него прямо конкретно там можно встретить особенно когда он играет фильмы с этим джеки чаном как же там называется час пик час пик что да сжигают вдвоем возможно ну вот карри олдман нормально сыграл карри олдман дан как все еще вурашка это первое скорее всего он играл голубого ну вернее гея ну какого-то непонятного там играл и сейчас ну и то и то видимо и . ли вот гей не сыграешь не попали же там вроде бы это самое прогулялся со стюардессы да так что как бы как это называется четыре на четыре да есть заднеприводные а есть это самое ну в общем типа этого полный на полный это не такой это в фильме специально показано опять же посылы идут такие конкретные как бы сигналы что вот это нормально это нормально это все реально это будущее так хорошо вообще нормально кстати тоже вот интересная жанна стоп написала главный герой фильме планета смерти летящая к земле но вообще до главный злодей получается так а мистер зорг это как бы пособник получается но как бы второстепенная роль но получается так проводник этого зла да да все как есть по сути есть в некий проводники зла есть зло приближающие да а есть способ остановить причем это человек человек пропускающий через себя энергии в древнем храме ну что сейчас происходит наши древние храмы уничтожаются о наши возможности да или я чуть-чуть прерву тут два интересных коммента идет вот главное короче яхве т9 с большой буквы пишет ты представляешь ты 9 знает типа вот даже не бурашка голубые не спят женщинами вроде честно не знаю не пробовал далеки мне эти все вот понимание какие они ну видимо и те и другие есть же тоже такие да наверно которые с теми и с теми вот замечательно кстати фотка вот это да 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 с бородой тут понятно национальность сразу непонятно кто то есть какой нам дают посыл на уровне второго ряда кто является коммуникатором с высшими цивилизациями но они якобы хорошие они на самом деле защищают землю снова идет подмена понятий захватчиков выдают за спасителей защитников как всегда враг все перевирает он дает немножко правда в начале а потом все перевирает как в замечательном фильме аватар мы конечно не будем говорить про национальность да она известная карану как говорится моя фамилия слишком известную чтобы ее произносить хочу добавить что в любом фильме катастрофе или там фильме еще какой-то ерунде там всегда главный супер ученые которые супер купер умные тоже вот почему тот из этой спаситель мира да вот здесь независимости ты что он за мной ученый который нашел ключ и да и спас человечество хотите киналяп в этом фильме ну давай вот этот чудик оставался можно сказать с раздавленной рукой когда он отдал вот этому вот чудик их много подожди подожди в начале фильма что что было да он отдал ключ и он там дверь прищемило дверь его прищемило теперь вопрос куда это чучело делась когда пришли ребята с пятым элементом интересно испарили никто внимания не обратил не обратил тип телепортировал за испарилась ну да 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 он же сказал как это главная же даться говорит ну как то так более того самый храм никто не нашел за 300 лет практически больше потому что это 2500 год а там 1700 якобы все происходило до 800 не важно а вот эту да и и почему-то каким-то чудом выжила ее не съели кальмар же елки-палки еще и поет но вообще кальмары пищат да насколько я знаю не знаю кто это но пока не служил не ел не пробовал дружественная цивилизация живыми не ошибещали так их едят только живыми тебе в краснодаре видней то есть известный центру нашел мара видение в каждой речке у нас кальмары да да на уточку ловим кого-то в мозгах наш у михаил таганрог соседи змеи и муравьи сажали время не имеет значение важно только жизнь важно только жизнь да действительно он так сказал но опять же это чудо да да должно было там и остаться пусть уже не живым но должно было там остаться я же говорю даже в матрице целая куча ляп понимаешь там там все можно было сделать гораздо быстрее понимаешь но настолько глупости туда на вставляли лишь бы фильм продлить понимаешь мне даже нравится когда фильмы про колдунов показывают их потом побеждают понимаешь настолько глупо потому что если если бы на земле были бы люди со сверхспособностями хана бы простым людям было в любом случае а у нас видишь фильмы делают что блин побеждают колдунов час да и ведьмы бы сейчас на ямахах бы я рамы обсуждали фильм золотой компас как она немного затрагивали давай по пятому элементу мы прошлись это слишком фэнтезийно но в принципе есть в каждом основной посыл мы с еще он так и есть по пятому элементу да почти прошли прошлись потому что основная идея там все-таки чтобы что сейчас происходит происходит что вот эту идею то что мы можем защитить своей энергией от зла она выводится на уровень фантастики а раз это фантастика то ну что это фантастика нереально значит все что к этому относится нами у меня такие классные комменты идут от николай он пишет не покупайте кольца кальмара возле там определенного здания где некоторые ходят молятся это явно смешно блин не они не а вершин 208 вторую и не подожди николай эти вещи носят при себе его вернее хранят так что там нет невозможно такой я молчу автостопом по галактике кстати тоже прикольная фильм это уже юмор то в то же время много заложено реального о чем мы там еще валериан и валерина и город а вы разговаривали на эту тему хотите я прикол скажу вот написал на нка цеван но всем даже а фильм машина времени машина времени это уникальный фильм и кстати если мы посмотрим вставу с того фильма с которого мы начали это планета обезьян да вот что илья разбирал и машина времени это фактически идентичные фильмы только одни попадают через якобы космос а друг другу человек попадает в будущее путем перемещения во времени тоже но находясь как бы на земле и смысл такой что люди даже на людей уже были не похожи то есть вот второй вид раз и до которые подземные были они тоже более-менее начали похоже быть на каких-то обезьян таких вот полу ну как то тогда все продолжайте друзья извините ли а до найти пожалуйста валериан так назовите полностью там же не просто валерин тысячи планет что такое тихо рецк кто псев тимрюк тимашевск выбирали риан начни с валериана просто бери валериан давайте вам она она ой слушай шикарный фильм а я думал о чем вы говорите это вот про него та же самая идея потопа якобы была уничтожена цивилизация предыдущие и выжили некоторые люди которые пытаются сейчас в современном мире как-то восстановить свою цивилизацию свою идентичность мне кажется что есть четкая параллель с людьми с которые пытаются восстановить то что было восстановить свои технологии восстановить свой мир хотя их цивилизация планета была уничтожена но на это это списывается на разные вещи якобы случайность и так далее на самом деле все было не так но основная идея немножко заблочить то что у нас сейчас происходит наше осознание куда ты пошел я на всякий случай открыл так что ты рассказывай вот тебе город тысяч но там много чего в этот фильм тоже было за можно идти в налоге показано интересно кстати как бы то есть можно проследить целую линейку какие технологии здесь показаны но я пока что хватает но это не ляпы это мелочи скажем так не все нужно разжевывать на уровне техническом основная идея любого фильма это передать некая некий посыл костяк затем это обрастает мышцами это архетипом и вторым смысловым рядом и только затем уже реальная поверхностная история трансформера же тоже поверхностная история она никакая то что у них заложено это круче marvel то же самое ну там смысла может быть буквально на минуту-две все остальное просто вот как как мясом да на кости обросшая всякой ерунды вводит то что красивые картинки вводят фразы и так далее но это все ерунда основное это вложить нам в голову идею на уровне бессознательного на уровне смыслов некий образ манер поведения которая даже может быть не осознаваться вообще проходит пимосознание мы даже не понимаем но подсознание но ты знаешь там конкретные идеи показаны например таких инопланетян утонет они да это люди умных хороших но ты же знаешь как их там показали красивые да все обосрать не то что там там размытие пола как такового то есть как будто нету разделение на мужчину женщину они там вообще одинаковые там нет раз ты не поймешь кто из них он кто она но это друг они оба ведут у них значит манера голоса вид вообще лица ну разве что там может быть каким-то элементами тела отличаются а в основном размытие идет размытие понятие половой как бы различие плаву различие до принадлежности более того главный герой по сути не валерия а вот это вот женщина девушка который там главное которое все решает который совсем не дерется и так далее то есть это пропаганда феминизм это общая отдельная тема уничтожение традиционной семьи с главенством мужчины и так далее это отдельная тема и это я все буду разбирать и да ты прав полностью но мне кажется основной те которые еще глубже лежит это то что вот сейчас происходит с нами то что мы вспоминаем что наша цивилизация была уничтожена полностью тут показано как она как уничтожалась да 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 все показано ядерные взрывы водировка война космическая огонь огнем короче ребят тут еще вот коммент интересный щелкунчик пальто написал кстати фильме золотой компас есть тартары я обалдел когда это кино смотрел но мы просто не стали разбирать надо хрень эту разбирать про тартарах про тартаре я я сейчас просто как бы обозначу илья в тартарию не верит ее просто не было куча карт 19 века с герхард привет тартаре называется все потому что тартаре это территория все но не вообще если так произнести тартаре да это можно как территория сказать да это есть территория да но карту омской области типа кашу это не значит что омская тартаре омская территория условно московская территория знаете хочу сделать небольшой экскурс в 16 год когда я только начинал видео выпускать как раз я разбираю начинал с этих карт тартаре да как обычно у нас все фейки надо нет не скажи там не все фейк и вот когда я все это разбирал разбирал показывал там за несколько частей снял не пойми как смонтированных видео вот эта идея о чем ты сейчас говоришь что это все общее было там она прямо четко видно до глобальная также видим переделал как 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 пирог делили все это там четко пускай там вранье там к этому придумали все карты поделаны однозначно все они из 19 выйти показывал там тоже много правды очень очень замазаны как обычно так что ладно ребят еще такой вопрос по поводу левашова вот михаил таганрог пишет так что левашов врал насчет тартаре он первый не заговорил знаете как человека нет вот допустим плохое я говорить не буду но у левашова надо отмести все вот это мистическое ребят но давайте будем честны спорно объясню илья ты умеешь управлять стихии допустим или сделать хорошие человек или сделать плохое на расстоянии не прибегая к физическому контакту я думаю нет ты думаешь я умею а чё ты умеешь не дай бог мне на тебе это проверить ну давай сделай так что у меня сейчас вишня зацвела в голове так уже светит давай не ну вот я к тому и говорила мазь не радовая не умеет ну ладно давай не будем второе он масон он часть врага миллион предлагают там есть фонд в америке предлагают доказать свои магические способности и никто и делали магические способности ну ладно что другое берите в сказки верьте дальше дорогие друзья вот я потому и говорю у левашова это надо отмести все остальное и кстати британика она тоже может оказаться вбросом вот это это стопроцентный образ 50 на 50 я так думаю потому что карты встречаются на их настолько мало ничтожное количество понимаете а вот всякого бреда тоже хватает согласен и более того он сознательно вводится он продумывается и бред вносится привносится так чтобы максимально эффективен был насчет сторону уж насчет крепостей звезд что все города таки были это же не бред это правда да это не бред но нам известно с этим на море придавать нам они на картах ведь есть множество карты что планов есть на все 100 процентов неизвестно цель и все подожди все карты во первых напечатанные методами современного принтера не вручную и когда же так естественно что не вручу 19 века и еще раз говорю лучший способ соврать рассказать почти всю правду 90 95 процентов добыли но не было того что написано какая цель вброс с этой тартарии сказать что были страны все а стран не было в нашем понимании я вообще считаю страны значит было национальности да саша как раз таки рассматриваю еще раз повторяю поначалу все эти карты я понял что было все общее все одно вот это ты понял она как понимает допустим вот на западе тартарская архитектура она была где в сибири в россии то есть люди понимают что и в прошлом было были страны значит были войны значит был были валюты на и было все как сейчас то есть никаких изменений цель достигнута понимаешь я кстати кстати хочу сказать немножко пожаловаться на яндекс дзен оказывается там тоже такая же хрень то есть там и урезают и тебя как бы не продвигают да-да-да-да друзья как и на том тебя как и youtube банит как только ты всякую херню начинаешь говорить абсолютно уводящую от истины youtube тебя раскрутит на миллион просмотров этом друзья я предлагаю кто еще туда не подписался не не прочитал статьи подписывайтесь смотрите читайте потому что там задвигают не как сказать знаешь я пока не понял но я вот и могу сказать такое такую вещь что я выложил туда видео называется инфразвуковое оружие петра на петра то не было ну неважно показалось что и технологии были намного круче чем вот нам говорят там пушечки какие-то там фигню и стреляли это да и даже эту фигню через какой-то времени я смотрю так я сейчас заблокировался я при этом о по здрасте это же не youtube фига себе думаю я такой ничего себе хотя бы написали причину что вы там нарушили авторские права хотя я сделаю ссылку на свой канал там думаю ничего себе но не ссылка я вернее не делая я просто видео выложил а там лучше делать статью а в конце видео можно еще добавить там любой или там по теме свое но видео заблокировали я его удалил конечно как бы думаю ничего себе яндекс молодец какой может это действительно одна компания вот так что друзья яндекс вообще надо в роскомнадзор подавать жалобы честно как только увидите объявления мошеннически знаете вот вот допустим есть iphone стоит 50 штук до 50000 что он и будет стоить 50000 и нигде ни на каком сайте вы не купите такой же iphone именно такой оригинал за 20000 как только видите такие объявления не надо искать писать жалобы допустим самому яндексу на эти объявления надо писать в роскомнадзор на яндекс за то что они рекламируют мошенников а это уже называется как это сказать группа лиц называется по сговору то есть мошенник то заплатил за рекламу своей ерунды понимать они взяли не проверив это называется мошенничество тоже со стороны яндекса то что яндекс надо наказывать это та еще ерунда но немножко нет google google все-таки это не российский а яндекс российский наш всего это принадлежит мэйл групп условно до кануне гугл гугл не принадлежит какая разница skype по которому мы общаемся это тоже собственность да майкроссов а какая разница ты думаешь пепси кола и кока-кола это разные компании нет это все одни торгаши одна компания email это разные поисковые я не говорю о яндексе email я говорю о том что google это все-таки американский а яндекс извините это российский власть глобальная власть глобальная но и что нет глобальный чему ты ведешь к тому что не надо короче всякое фуфло наказывать как ты думаешь не надо фуфло то надо наказываться стоит дело не в этом ты не понял идея ты просто сказал что это разное это одно и то же одни и те же сервера одни и те же потоки понятно шпионка пишет что мы перестали ходить к врачам и перестали болеть правильно я тоже начисла не морали год как переводила вред врач врун другом перевести может перефразировать то есть врач это врун а лекарь это лечит тот кто должен лечить врача тот кто врет тебе и они действительно очень часто врут потому что им выгодно там в парик лекарства чтобы ты купил подороже это я уж на собственном опыте говорю поэтому имею право об этом сказать что добывать но попадать не но есть же аналоги что называется врачи еще старой закалки которые лекари давайте их назовем которые нормальные все тебе посоветуют как надо могут сразу определить диагноз там поставить нужный они выдумать а так евгений можете ответить на что в боб вилдом видимо где-то выше задан вопрос поищи пока я скажу я сейчас я сейчас наверное грубо скажу но скажу что мы сами виноваты в том как мы сейчас живем во первых в первую очередь мы должны отказаться от всех импортных заграничных товаров категорически отказаться и тогда этим наркотик делать нечего будешь звонить по российскому мобильному телефону по российскому мобильному телефону да слушает блин поставил тупик этим вопросом хорошо давай дальше немножко на что мешает действительно начать производство хороший вопрос что мешает нам хотя бы деньги начать печатать или наши деньги забрать у нас у нас вообще денег нет у нас банк заграничный сбербанк вообще не при не принадлежит выход раз видели на на этой бумажке галимой нафиг надпись что это государственный банк или билет государственного банка у нас ничего нет ладно да не будем а тем более этот сбербанком заключил в америке договор в общем ребят там процент уже обозначена которую до отдают вот в этом году был заключен договор так что изучите по и поищите эту информацию я по крайней мере ее нашел я ее видел я ее читал я вообще считаю что каким-то чудом надо блин отнекиваться от от этих денег а бы от этих фантиков блин ерундовых понимаете игре был прав если мы сильно осознаем себя то нами невозможно будет управлять ребят так что надо осознавать себя нефиг нами управлять у меня вообще надо мной нет хозяевов я не голосовал я нигде не расписывался вот как-то так я сам и питаешься хозяин не из магазина нет фактически нет я хлеб беру магазине яйца картошка чаще всего я покупаю ходишь стараюсь на хорошее вырвание который сам сделал ром вот я стараюсь так илья я стараюсь максимально снизить потребление всего вот этого импортно только потребление деда ровно жених то есть молоко из молоко из импортного пальмового масла ты не пьешь нет я пью молоко из от соседей у нас через два квартала держат коров женщина дедуру и друзья вы сыр покупаем у адыгейцев у нас на полосе денег осенится сторону рома денег ты не сможешь это денег да ты нужен натуральный обмен а это нужно что-то свое тогда чтобы ты мне я тебе как раньше ну примерно так это не одно что-то поэтому то в это день необходимости нет это деньги это тоже товар и как бы они в ходу если от них избавиться мистер робинзон смотрели мистер робинзон диалог я иду мистер робинзон обалденно это паула виладжи или кто там играл как они пятницу или кто зачем нужно через банк она горит а зачем он нужен вот я тебе еду ты мне вот эту и он обалдела потом кстати извините вот олег александрович написал рома срочно менять свой процессор на отечественной хотите прикол отчасти мы все с вами пользуемся нашими процессорами и как бы кто чего не говорил понятие патент и право собственности давайте на него сейчас плюнем угадайте кто создал пентиум олег по моему нет или как питьковский это наш ученый наш человек сам создал этот пентиум загуглите ребята и посмотрите тебе об этом сказали и ты поверил хорошо допустим причем мне об этом сказали в советское время я не создавал это все восстановление старых технологий дело не в этом фамилия нашего человека ребята на дороге пентковский из добив пентковский да 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 истинно да да давай и не будем он отсюда сбежал потому что у нас в нашей стране нафиг нормальные умы не нужны понимаете здесь дураки нужны поэтому все умные нормальные люди сбежали там где их они были бы востребован рома извини опять политика опять опять политика нормальные люди не подчиняющие системы не нужны нигде ибо система выстроена захватчиками не под нормальных людей и не для нормальных людей и никакие умы не нужны и тем суперкомпьютерам которые нами правят с 19 века никакие поверь не в какой стране и это я думаю без спорта покажи еще фотки пожалуйста мы на этот я уже полчаса ну хотя бы дальше но обратите внимание что какой лоб да и нос до ненависть к нашим создателям пытаются появить снова рассорить нас нашими создателями нет просто картины есть тоже некоторые эти статуи да да где вот так же выглядят короче люди на тип людей есть с выдвинутыми шеями есть короткими шеями я все это по статуям сделаю как нибудь ролик потому что все статуи они были натуральны очень натуралистичны и действительно вот это очень распространенный тип людей это белокурые светлокожие люди практически без переносицы ну такой такая форма носа это те которые жили до нашей до потопа скажем так это тоже люди несколько видов статуи есть с разными типами нет нос это разная сейчас немножко причем ребят очень интересно android показан тоже почти ариц причем отчасти тоже заднеприводные уже там целовал другого android а видели да это уже пропаганда немножко другого да то что есть сейчас нам навязывает немножко другое стоит отделять то что в этих фильмах есть реального от предыдущей цивилизации то есть показывают что было допустим какого тари с тем что навязывают сейчас выдают за норму то есть уровень архетипов уровень исторический это как вот петров говорил что исторический уровень управления то потом идеология потом концепция концептуальный уровень это шесть приоритетов исторический приоритета один из приоритетов вот исторический приоритет это то что нам показывают в этих фильмах а уже затем психологический уровень то что нам навязывают это нужно четко понимать слушай можно вопрос левашов на ком женат был он тоже там на одной роган левашова светлана вроде светлана роган левашова по моему да но она что же это и в мистикой всякой занималась предполагаю что да и книжку якобы она написала хотя любой масонский труд он коллективный там как и анастасия звенящий кедры россии тоже вброс знатный из той же серии что и гарри поттер и так далее один автор на самом деле там ромнейший коллектив работает прометель 2019 вот интересно а ну да 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 все вспоминаю немножко другое мы не закончили с валерианом где в общем-то идея того что мы таки восстановим нашу цивилизацию в основном технологии основном технологии свой место и уйдем как бы в сторону то есть враг боится того что мы захватим власть на нашей планеты здесь и замечательный фильм кстати еще сквозь снег но я уже сильно иду вперед кто я все это бы сквозь снег вот этот что ли еще раз да да смысл такой что есть некий поезд который идет сквозь снег сквозь замороженную нитку такую а то есть все понял и то есть аллегория некая аналогия с нашей планеты потому что эта планета плоскоземельщики молчать просто молчать не все знаете и так вот и там есть идея поезда что есть низы люмпин который большинство это задний отсек поезда верху некий управляющий это поезда в первом вагоне потом идет некая знать в состоянии наркотиков так далее жесткая кастовая система общества каннибализм и так далее и вот и там идея бунта есть перехвата управления то как будет происходить то есть враг эту идею бунта социального отметает и делает так что в общем то бесполезно пунктовать это не смотри посмотрите даже не хочу расшифровка заниматься занимательный фильм и там шесть уровень и я насчитал на них он что на этом все закончено то есть там много чего вложено в нем посмотрите но я видел это там и массу ли система обучения интересуются что за фильм это фильм сквозь снег кстати вот пишут мы сейчас живем на кинза действительно у нас в городе до сих пор есть еще один чудик который который таскает кстати малиновый пиджак самое смешное что фильме говорилось про малиновые штаны и тут появились в оранжевый 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 у вас ходит там а он нездоров мафиозник ему когда-то до мафиозник о виктор цой и этот какого стоит хам только похудевший обросший они так будут конечно и вот что замечательно да мы живем в киндадзе выхолощенная планета полностью на самом деле киндадзе тоже предсказательное программирование то есть нам навязывают это общество то нам незнайкой на луне программировали резкие умы но под видом того бреда как бы но вложили эту идею на материализацию много материализовалась потом киндадзе вложили сейчас идет к тому опустошенная выжимая планетка правительство на другой планеты интересные отношения между людьми все на деньги человек человеку волк смотря на развитие не к одних технологий люди ходят в обносках и жестко кастовое общество к этому идет в веб-билдер написал роман у вас в армавире одни армяне живут я знаю но почему одни армяне на много чего нас много не почему у нас и адыгейцы и армяне и чеченцы живут мы прекрасно все тут уживаемся и все дружим друг с другом тур гербеков гаи сметить артур гербеков вносит раздор между стримерами говорит что учитесь у института b а вы фантазеры знаете я с несколько стримов смотрел там я скажу я ничего не скажу вот правильно сказать имеющие от роли не видись на тролли нечего сказать просто нечем же ноль ничего не заводчики очень много что роли пишут понятно там одна была методичка что нас заселили мы пришли я говорю а как же вот это 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 включая там статуи именно людей закопанные под этим то есть с чего бы придумывать нам чужих кого-то и закапывать да если мы сами нас заселили то есть мы другая цивилизация другая раса а зачем откуда на статуи нас людей же под завалом под глинтого но самые умные тролли это начинают именно с похвалы но потом говорят что где-то лучше то есть травливают исследователи между собой говоря вот этот этот фамилий называть не буду но говоря вот а вот некоторые на на слабо пробивают некоторые говорят что ты типа не конкурент тому там я думаю слава богу но к сожалению некоторые у кого повышенное число ведутся ведутся на эту грубую лесть и потом появляются разные ролики типа я первый первопроходец и прочее и они говорят да вот тут то ты лучше а вот этот то у тебя идеи какие-то своровал игре но и слава богу все да вот такую пара политику занять не ведитесь на тролли если кто-то такую же тему разрабатывает но и слава богу наш жанна доброй ночи а вы тоже отвечаю что ну ну конечно да конечно эти вот темы они одни и те же они обязательно могут быть похожи пересекаться и может быть так что два блогера не зная того выпустят по одной теме один у себя другой себя а вы знали например что в эпоху расцвета групп всяких групп выросших на рок-н-ролле да там всяких битлов ска битлов ска ориентированных часто были случаи и у всяких металл хэви групп которые допустим одна группа приходила зарегистрировать песню то есть запатентовать ее можно сказать даже так потому что там всего намного сложнее чем у нас только лучше песню в одну студию а другая в другую там совпадал текст полностью и музыка полностью совпадал то есть кто-то на именно диктовал да там на коробочку ночью мозговую коробочку они это выдали вот а вот он придумал она пришла во сне или тому как вдохновение это был не раз она коллективная бессознательная работа и поэтому когда начинает обвинять там вот он выпустил то-то а ты плагиатор мне просто косвенно становится потому что я знаю что это действует потому что есть коллективный поле когда мы начали видео про но всего всем 12 клавиш и ребят о чем можно говорить я потом ты про музыку а мы про идею про идеи про музыку ну это нет другое мы про людей а ты про что хотел сказать когда мы начали мы начали про метро снимать ездить и снимать ну да файлы как раз таки а потом вышла статья техденсор который тоже разрабатывал эту тему а пока все начали по метро снимать что мы с ним вообще не общались как бы поэтому да 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 и вот потом уже пошел вал но у нас то еще не выложено это конечно конечно у нас еще не выложено к сожалению а потом пошел техденсор потом пошел вал у всех практически и мы можем подпасть под плагиаторов сразу потому что все уже там нахренач или на рома колпасе лишь а мы только вот мы еще предыдущие не рассмотрели я открыл попросили открыть я открыл пока он дойдем аннигиляция вот не стоит это да это ключевой момент а пока я не готов и обсуждать а еще есть фильм сияющий 7 числа разума и сиянье а еще есть фильм королева без яркий яркий за сияние сияние яркий давай обливин покажем там как потом взрывы взорвать я явно взрывы обливи они в ярком так как можно я сейчас сейчас на вопрос это вот жизненно важный вопрос евгений аргонский интересуется рома ты армянин на по нет по моему четвертая часть у меня получается армянин и баб бабушка кубанская казачка дедушка армянин вот кто и тартарец 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 как любишь говорить тартарец тартарец ладно шучу ром покажи пожалуйста фотки вот именно там где показаны воронки и потоп смысле фотки где как вот в этом фильме в обливионе там есть прямо вольный камень щетки срачему не лайкайте поддержите женю да друзья поддержите лайками хотя бы уж не говори поддержками дорогие друзья дорогие подписчики давайте все вместе дружно полаем я начал я начал потихоньку внедрять короче нравку но блин забываю периодически это говорить вот давайте нравкой называть люба нравится если значит поставим нравку до лайк ну что на это чтобы по нашему скажешь иностранский вот таки и но и расскажи мне где тут может быть вот эти вот воронки там я в удовольствием открыл просто я здесь вот мне советуют тут еще юпитер джон картер это шедеврально это стоит отдельно рассмотреть с показами все это в следующем году будет вот обливиум давайте рассмотрим тут все очевидно тут все очевидно то есть после вторжения после уничтожения предыдущей цивилизации нас снова заселили сюда новой цивилизации то есть грубо говоря дали новую легенду павелон 5 чтобы мы обслуживали добычу полезных ископаемых ресурсов на нашей планете но умолчали о том что главный ресурс это все-таки люди человеческой энергии скажем мягко умолчали еще некоторых вещах мы показали все как есть ажи показали засыпанные города да 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 показали вот вот сколько там высота откуда вот там в нью-йорке да вот этот высот откуда смотреть на гонку просто наберите где-нибудь в яндексе узнать и высоту подставим и вы узнаете насколько хотят засыпать еще а уже засыпано уже засыпано да но после двух подложек засыпано да то есть мы вы просто узнаете насколько примерно это то это это будет мало там еще больше засыпаны все 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 потому что потому что лучше в лесу тем дальше зоны обстрел то какой был и все это вверх поднималась в виде пепла прочего а потом все выпало вместе с водой при охлаждении теперь это триллионы тонн триллионы но да марла сингер интересуется где платные сообщения их у меня нет зачем они кому-то я убрал у меня есть как бы помощь каналу но это всего лишь по желанию и как бы такая зря можете ввести пускай люди опробуют вот ее я не знаю знаете я сказал я не хочу меня все это есть супер чат но в свете последних изменений каких-то непонятных перестроения внутрь системы известной платформы до youtube там какие-то глюки вот честно я не пойму пока даже что там у них происходит то они налаживают систему то она куда-то у меня 5 часов видео опять висела на на 1728 по моему или сколько 5 часов висела на и перед а общие просмотры идут вот у меня суперчат был зарегистрирован там то есть нужно данные свои вводить чуть ли не до паспорта я захожу мне опять что-то надо туда свои данные забивать хотя они там уже есть чувство фигня там же типа переобновляется платформа до другой вид и трансляция другой вид и заливки видео короче друзья одни расстройства с этими обновлениями поэтому я не заморачиваюсь я убрал даже не стал ставить кто заморачивать спонсорство суперчат все убрал такая пока на вопросы отвечу то не интересуется стрима останется до прописателя rrb интересуется прописателя стивена кинга что можете сказать откуда у него все это в голове понятия не имею я несколько книг прочитал несколько фильмов просмотрел блин интересно как хоррор такой им имеет место и хичкок тоже вот в голове ли у них от все в их ли голове в ли в их ли это все в голове так насколько я помню king же написал про этих крайтеров дали как на самолете летели коррада постирал да 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 просто тоже очень огромная куча книг тоже в голове сколько снят многосерийные сериала по кингу брэдбери и там они на 20 допустим минут очень интересные я их смотрел еще у галина конышева интересное интернета не было и они там столько информации там столько показано интереснейших вещей вообще абсолютно разные там допустим не за про вампиров что-то про общество будущего как она выглядит утопическое общество в правительное программирование да да вот там много всего примут ром смотришься роман совет извини ты иногда картинки меня и чтобы людям было периодически добуду я просто сейчас начал так может надо натали пишет иногда нажимай надо устраивается на я тебе нажал пожалуйста вот может надо устраивать совместный просмотр фильмов нет натали на ю тубе так нельзя это называется нарушение авторских прав может страйк прилететь я начал делать ничего себе написано совместный просмотр фильмов но это все будет на бичути на ю тубе будет завлекаловку что вышел такой-то просмотр анализ фильма и ссылочка где он выложен это будет выкладываться на века и на бичути вот я обойду этот вариант слушай интересный тоже вот коммент в билдер как считаешь есть если для прицель для пришельцев преодолевать парсеки не проблема думаешь создать искусственный головах для них проблема а вот самого чинящихся роботов для добычи самое то интересно конечно вот на это все рассматривать и кстати по поводу парсеков это вы явно наверное космическую леталку играли космические рейнджеры я так думаю дать так расскажите что-нибудь про казахстан ничего не могу рассказать я там не был конечно было бы интересно везде побывать а что-то нужно рассказать не знаю не но казахстане кстати степи там же тоже по моему что-то находят до кинг сидел на героине долго оттуда и в голове такое кстати да есть писатели которых читаешь блины одуреваешь откуда такое такое только по такой вот как говорится ну как сказать нехорош таблеток может такое прийти либо еще каких-то если тот момент не в этом а в том что само по себе это не нарисуется даже если он сидел на каких-то веществах или я не знаю космарса интересуется когда вы будете готовы обсудить фильм они аннигиляция очень нужно мнение гилец я него не смотрел поэтому я тоже не подожди подожди аннигиляция по моему но основная мысль какая что есть некая сфера непонятная в которой иначе текут законы и откуда это все пошло я думаю концу новой серии обсуждения то есть это будет финальная точка разбора и анализа подсказок тире увода в сторону врага потому что это тоже ответ и тире дезинформация внутри там нужно будет разделить истину от лжи соответственно я думаю это будет самом конце после моего разбора после примерно не знаю 30 минимум фильмов будет разбор фирма аннигиляция что это конечная фаза итоговая точка смотрите друзья тут вопрос идет обсуждение про данилова кто его убрал откуда у него информация кто его вел считается что это проект масонов кто-то считает кто-то не считает ольга мягкова не верит в это знаете я не очень могу смеется ввиду который вот казак как бы спас данилов который смо который разве нет который наверное как и левашов вещал всякие интересности ну да система спас у него и он вольный казак как он говорил с бородкой такой с таким а у голосом таким лекции велся всякие семинары как и например тот же левашов как и чернобров и сколяров но самые такие да это вот допустим чернобров который очень много всего делал на разные темы исследований и вообще реальных вещей например там создавал машину времени кучу кучу него там было этих испытаний всяких экспериментов и довольно таки успешных надо сказать данилова я не смотрел друзья чуть-чуть что-то иногда смотрел но мне не понравилось не зашло но могу сказать что кто-то мне в другой там команде когда я давно давно составил другой команде скайпе мне сказал что типа да его убрала система та система которая ему эту информацию предоставляла я не понял что это такое и мое мнение я просто этого человека не знаю ничего не могу сказать откуда не очень это как инсайдер да наверняка там много всего а вот откуда у него все это и почему его ушли для меня пока вопрос не знаю честно ничего не могу сказать насколько это правда он не уж смешана с правдой бывает разное ничего не могу сказать поэтому ваше мнение если хотите вы скажете да пока будете писать я сейчас еще от отвечу ромик гризли пишет а почему мои комменты не читаете почему я прочитал просто люди говорили и так я часто перебиваю многие пишут что роман перебивает глобальный вопрос всех перебивает даже не у тебя часто такое пишут да вот да встречается я всех перебиваю вот пишет а меня такой вопрос почему вы дум вы говорите на русском языке думаете рассуждаете но во первых я где родился как говорят там и пригодился а на каком извини у меня дядька на вид армянин может и на армянском говорить но если будете гореть с ним по телефону вы фиг поймете что он армянин он чистейше на русском говорит и то же самое вид у меня тоже не армянина у меня средний вид такой как бы вроде бы нос кривоватый но не сильно и в то же время глаза голубые русые волосы борода у меня правда правда рыжеватая вот летом на солнце где-то место кстати одно просто вот интересуется почему я говорю на русском думаю на русском потому что я здесь родился потому что я же потому что это про язык наиболее близких про язык дело не надо говорить на правильном языке это подожди ты у каждого свой язык у каждого он правильно понимаешь где родился там родился на данный момент я понимаю что есть тема того что раньше был единственный язык из языки единым был ну как то так тут вопрос просто встает том почему я так думаю почему я говорю на русском ну почему я думаю и да я думаю на русском она на каком языке должен думать если моей семье все говорят на русском логично по повестка дня вот ответили уже там ниже твистер написал по моему про задорного тоже типа что с ним стало вот про задорного могу сказать так что человек был все юмористом хотя как его рассказ о встрече с таежной ведьмой меня очень удивил ну и дал информацию к тому что с ним происходило все эти 25 лет и почему здесь приветствую вот видишь он пишет что я не перебиваю никого вещь перебил видишь вот я сейчас же не перебил извини же меня удивило что он христианство принял крестился перед смертью нет но это не удивительно это выбор каждого что он хочет принять может он буддизм в конце принял как он ругался с уссорился с этими с папами ну знаешь мы мы же выбор не можем обсуждать это его личное появление и как бы я не вправе что-то судить выбрал выбрал я имею ввиду что не это главное то что он был юморист и том раз стал таким вот проповедником всяких тайн причем славянистом причем там чуть ли не знаю там там выдал поклонство чуть ли не ударился хотя и это наверное просто он изучал с не фильмы снимал да такие интересные и на своих вот этих юмористических концертах стал говорить всякие интересные вещи там разбирать слова очень здорово смысл до их восстанавливать в принципе за это наверное его и ушли потому что как он только быстро умер серьезные вещи нести ну вдруг откуда взялся рак всем известно что технологии привития быстрого рака она существует еще со времен убийства кеннеди когда водителю был такой рак как раз привит он через две недели умер это водитель по старой версии это никогда эффект моделла сработал там все по-другому почему-то хотя да там водитель он жив остался дожил до 8 что ли годы в общем до наших дней по старой версии реальности водитель умер через две недели после привития ему якобы под виду этих витаминов он ушел через две недели до мирной в кепочке ехал специально пистолетиками карандаш пистолет так что все нормально друзья кого надо могут а тем более в чем опасность была задорного то что он его миллионы знали он вещал на миллионную аудиторию но это уже какая-то сила это сила вот вот и в чем причинаешь я хочу сказать он конечно правильно нельзя плохо конечно говорить он сам говорил просто почему это говорю я очень много его передач с ним вернее смотрел очень много интервью его смотрел он сам говорил что он пил долгое время пил вот в одно время он очень сильно злоупотреблял и это тоже могло оказаться а я помню про просмотри он не выглядит как человек употребляющий вообще потом он наоборот он просто потом вообще перестал и слабо вот давай на этом и к тому говорю что это будет причиной рака нет не рака рака ну понятно что умер он от рака но послушай люди которые в свое время много пили у них все равно это сказывается впоследствии без последствий этого не бывает плюс ко всему вот поэтому трезвый образ жизни на краку это нет да вы а вы кстати обратили внимание что зажигалка не щелкает а нет я не полностью бросил я просто очень сильно уменьшил так еще один вопрос да 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 тут просто мне часто луч ребята вот пишут что мол зажигалка ромка курит типа этого пишу love forever написал написал или написала вот тут не пойму пока мир будущего это машины и роботы и суперкомпьютеры с вопросом нет это солдаты богатеи руины и помойка вот что будет согласен но нет для всех как говорил задорнов торгаши пришли к власть а у торгашей нет ни родины не флага как говорили планеты своей не понять им плевать на все лишь бы бабки были вот как только мы избавимся от торгашей вот тогда у нас будет будущее а с ними у нас будущего нет согласен друзья давайте илья давай создадим восстановим хоть один нормальный светлый портал и уйдем в параллельный мир где нет этой хрени и это не наш путь да мы не убежим мы просто будем наблюдатели но в безопасности бегство наблюдуем а ну понимаешь как бы сказать силами трех что-то глобально супер изменить я думаю вряд ли видит поэтому это сила но проблем в том случае все три это лебедь рака щука поэтому нужно единое понимание начнем с этого чтобы даже убежать в одно место троим может быть это три богатыря почему сразу ликтерка щук потому что возьмем тебя меня и рому рому часто в общем если мы подумаем об одном месте это будут разные места смысле мнение про зачем подожди то есть вы вдвоем а я куда-то где-то вот видишь каждый кто своем арома бани эту причем у обране ену как-то странно сказал обыдно ром это прикол ром меня картинки пожалуйста я показываю твой концерт что-то я вам хотела сказать могу вообще эти самые как скара валерин да мы восстановим свою свой мир но именно этому хочет враг помешать и то же самое фильм сквозь снег до перехват управления пункт но враг хочет чтобы ничего не получилось и хочешь чтобы это все пошло по кровавому плохому сценарию стрим будет вот пишут просто ставьте стрим стрим останется стрим пишется он как бы сохраняется я не буду его удалять я думаю согласны коллеги согласны что и не слишком дофига наговорил всякого некоторые моменты хорошо бы конечно ну это это у вас евгений конечно да но не надо не надо успокоить член у меня это же общий стрим то мне пофиг я имею ввиду забей забил я бы вообще-то последний гвоздь у крышку гроба забил кое-кому я серьезно говорю да но не буду договаривать так что вот так а мы не втроем собрались убегать мы вообще-то если это получится мы всех заберем вот так почему втроем туда как бы у меня тут я же не один есть еще семья так что я к тому что были ведь такие технологии люди не туда не уходили они просто путешествовали как хотели где хотели вот если бы их восстановить но наше сознание тогда видимо чокнется чтобы все это воспринять сейчас зачитаю тоже интересный комментарий вот герхард бархар написал кончается энергия на земле вот поэтому богатеи и солдаты уйдут небытие впереди без элитарное общество хотите прикол скажу вот как только совсем обнаглеют вот эти паразиты они перестанут нормально платить как говорится содержание да это блин я забыл довольствие во военным денежное довольствие денежное довольствие да потому что ребят в эту это вот как задорно говорил ребят вы по отдельности нормальный но когда вместе это военные силовые структуры внутренние войска объясню одну такую штуку запомните ребят как только вы перестанете но как бы быть нужны нашим паразитам уж первые на них накинетесь понимаете вот вы сейчас их защищаете они все дальше наглеют и наглеют они же зарплаты военным и внутренним войскам как поднимают не так полови половину увольняют а от уволенной половины короче вот эти деньги распределяют среди оставшихся не так ли было буквально года два назад да по моему основа политика а я не я не пытаюсь политику сильно уходить просто я хочу сказать о том не надо в нее вообще ухо действительно уйдут нажимая эти паразиты которых вы защищаете они все же дней же дней становятся и поверьте вы тоже останетесь скоро без этого довольствия причем довольствие берется ваше довольствие берется с наших налогов вот это никогда не забывайте ром налоги наши ни на что не влияют тот же ндфл которые забирают у несчастных людей 13 процентов он не знаю один процент наверное от бюджета то есть людям было бы существенное облегчение но деньги выкидываются это отдельная тема куда вы поняли с них тоже платится людям понимаешь не опять тут тут один момент есть о которых многие забывают потому что с некоторыми сотрудниками гибдд имел общение такое вот интересное они думают что у них работа и что у них зарплата нет ребята это не работа это служба это служба это поддержание геноцида служить и работать это разные вещи ребят верно но тем не менее там все сложно давай не будем об этом снова политику просто я спросил и превратился зарплату нет у тебя зарплату у тебя есть довольствие денежные барьеры сейчас превратимся к барьеру или как там называется перед уже будем орать и перебивать друг друга где там все актив темы будут украина короче блин потом это свет сирия еще чё там у них вот много троллей пишут про в общем провоцируют в чате а я знаю лозунг один интересный соловьем в алис россии соловьем в алис россии по рома ты обещал обещал да я же молчу чего это же не политика это неприязнь к человеку понимаешь это разные вещи все продолжайте я молчу я даже микрофон выключу ребят а если есть возможность же не сделай пожалуйста у себя демонстрацию экрана ну не скажите что показывать я тебе за под или я сейчас скажет что надо показывать ну а блин я вывел если нильсона включил обожаю актер этого покажи обезьянка нет это это не у меня обезьянка сейчас это шедеврально все равно да не это они нам издеваются то есть понимаешь они в открыто показывают наш уровень не только обезьяна еще сидящая обезьяна вот я тут рассматривал как раз из шестого элемента давай говорите включить я кстати не смотрел шестой элемент на приозреваю аэроплан смотрел мне этого хватило голый пистолет один ну зачем тебе смотреть это же ребята 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 я чату сейчас отвечу друзья я примерно 5-10 минут пока не буду не зачитывать не это самое я действительно я сейчас выйду на улицу покурю извините за выражение это не пропаганда курение это вред я пытаюсь от этого избавиться тебя все получится переходи на курение другого это помогает развивать мозг ну клин его знает о чем ты сказал и хрен его знает о чем я подумал потому что я подумал по моему это наоборот отупляет нет это развивает во первых сознание во вторых она не зря привыкляет слышал такую рекламу наверно пятерочка выручает давайте друзья давайте чуть-чуть показывать я уж не значит сейчас запускать говорите показывать мы начали с облифиан мы не между недоработали вообще у том огромных замечательные фильмы до пятнадцатого года были мне тут еще не то грань мужчине ты сначала демонстрацию ключи пожаловка я ее включил давно а это я не вижу куда извините ладно сейчас по новую сделаю вот сейчас все видно да мне это и было видно ну вот если нильсон 6 элемент он видишь он снят до одиссеи даже и до событий известного 2001 года и что в те тебе там привлекательно в нем раньше привлекал просто чисто поржать сейчас я понимаю что тут их дофига всего по нашей поражать так что в любом фильме в любом фильме включая советский даже делаю анонс будет наверное два фильма по мэри поппинс даже там продолжение еще мэри поппинс ё-моё там помимо второго смыслового ряда где каннибализм и молоко это самое есть у американский мэри поппинс там тоже дофига всего да интересно там и и бал сатаны и масонство и предыдущая цивилизация и два потопа и все остальное замечательно но это все будет следующем году а сейчас давай ну грань будущего например тоже анонс я сейчас анонсирую все разборы которые будут в следующем году разборы фильмов что открыть грань будущего а понял тоже классный фильм много раз смотрел ну вот какие тут картинки с нападением этих война идет с инопланетянами очень высокая технология с скажем так один раза там супермозг альфа омега там всякие и копились и перри это как в игре до перезагрузить перезагрузить день да 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 потому что параде 40 тоже там тоже самое был день 40 если кто смотрел наверняка много кто смотрел ну давай чё показывать просто давай по картинкам иногда я фоном буду говорить основная идея тогда есть принципе идея борьбы с оплате на поверхности поверхность на истории есть куча красивых картинок и хороших актеров но это лишь первый смысловой ряд то есть поверхностная история как я показал своем фильме первом в серии разбора полетов о том что такое кино всего лишь поверхностная история эта история на первый взгляд я не даже не знаю как назвать но там идет дальше второй смысловой ряд уровень психологии когда немножко навязывается и показывается то линия поведения которые нам нужно якобы перенимать потому что когда люди смотрят как говорил константин эрнст важен это временный просмотр потому что при единовременном просмотре в кинотеатре формируется некий эгрегор стадное чувство и человеку это на уровне подсознания уже вшивается вот эта линия поведение потому что есть энергетика зала всегда энергетика других которые смотрят с тобой и едет и единая реакция подсознание все запоминает психология толпы рулит либо он хорошо на этот счет когда-то написал тоже масон тоже 19 век все тогда еще был но это поверхностная история борьба с инопланетянами но очень хорошо показано данные очень неплохие подсказки очень неплохие о структуре врага о том чем враг является где он находится он находится под пирамидой причем современной пирамидой они теми энергокомплексами какие построили мы люди до вторжения для без энергообеспечения по всему миру то есть имеется домасонство что за этим скрывается как враг пудрит мозги сбивается толку дает ложные картинки и так далее очень хорошо все показано и данные подсказки данные серьезные подсказки но к который я разберу в следующем году при разборе этого фильма если все будет хорошо свои мысли я расскажу дайкнуть еще фильм давай например на твое усмотрение мое усмотрение можно любой выбирать там будет там будет по нашей теме просто нужно увидеть вот я просто думаю какой еще то вспомнить про любой марвел любой марвел даже комикс ну так 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 ну давайте наверно мстители да 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 слушайте а какой город где жил тор равнями волю вольгу или равнолет и чуть не 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 у них это мир планета типа мир да но кто помнит сам город как называется пух что они защищали вот тут урагнарек но это имя некоего города который якобы поведомо в россии был якобы томск асгард и риски и тогда это все сказки не будем углубляться но нажимаем любую картинку вот я о чем могу сказать этот фильм особенно когда вот это танца показывают супер крутого перекликается с этим с прометеем там тоже таки синерожие товарищи и они высокие они злые беспощадные люди конечно здесь крутые извини за мягностями ничего не показано про их свойства наоборот но выставляется все так что они отморозки мягко говоря плохие ну да а самые крутые и непонятно что у них за идеологии это вот эти синерожи великаны-гиганты ребят я это нас конечно нехороша по фильму с чего-то взял то есть она уничтожить пол мира ну вернее не просто пол мира вообще а если подумать что же а если подумать а что подумать такая ли у него была идея ну у него идея была то что ресурсов не хватает а об этом у нас у него ли было точно ну давай говори свою версию а вот это я расскажу в следующем году потому что ничего себе ждать нигде не убил никого он заботится он он жутко положительный герой на все выставляется так что он отморозок а если пересмотреть фильм он даже не убивает когда мог бы когда и не должен он этого лорда земли мог уничтожить этого полу бога непонятно и заметьте кто вы в войне бесконечности когда щелчок танца произошел умирает только извращенцы всякие мутанты и прочее то есть он просто чистит и у него нет идеи что нет ресурсов ресурсов космосе полно и у него нет идеи кого-то убить у него наоборот дать жизнь хорошую другим и и так далее то есть там если пересмотреть да все показывается так что мы сами сделали вывод и пошли против по сути наших же друзей наших старших братьев потому что он принадлежит красе великанов и богов хорошо проанализировать но по сути до богов которые наводят порядок во вселенной а всякая шваль и извращенцы ему противостоят которые захотят сохранить весь тот бардак который у нас есть на земле но это выдается под благом то есть снова враг на нам мозги пудрит проанализируй хорошо этот фильм рома подумай пересмотри и проанализирует покадрово буквально много чего поймешь и всем кто смотрит рекомендую сделать то же самое разбор фильма будет позже наверное февраль на моем канале а я придумал чаще открою как там защитники вселенной до грозу извращенцев кратенько сделаем анонс чтобы люди знали что смотреть следующем году защитники все отечественные вселенной 1 ладно 1 посмотрим можно просто защитники наш фильм тоже хорошим ну вот что я могу сказать да про вот этих героев нашего времени ну друзья кто смотрел фильм вы сами знаете какой они какую моральную оценку всеми можно дать кто они вообще как они себя ведут и на шагерами выставляешь идеалы воры бандиты они герои да 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 мне понравилось это танцы извращенцы зеленокожие вот это вот чувиха это кранду жалко какой-то крутой енот но не я говорю юнду жалко никого там не жалко и вот этот один из них нормальный человек но тоже не менее он полубог убивший своего отца бога а ну даже так тема подожди подождите ребята наталья с вообще финиш интересный комент написала сегодня в чем в чем-то ролике видела перчатку то носа срисовали с настоящей в такой хранится рука нетленной святой терезы слушаем прикольно но может быть посмотришь не может может быть не потому что то 5 заведемся я говорю про то что навязываются вот какие нам идеалы во-первых красота как она везла ух это просто красотища на эту зеленую морду посмотреть но вот этого да на енота какого-то странного вот эти вот одноглазые этот синий рожей чувак дерево ходячие да алина на добра красотища вот просто влюбиться во всех можно и просто хотеть таким стать вот нашу это это образцы отморожают идеалы да что вот это зеленая и таносы и это рожа даже с гребешком она и и она его предала вот это вот муравьих какая-то здесь да 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 насчет муравьев это вообще отдельная тема тоже следующий год муравьиха зеленая какая-то зайди ко мне на страничку там вообще великолепно как из китайцев делать муравьев уже в открытую прям программирование идет родили ребенка у него появились усики потом у него появились крылышки потом он пошел размножаться и трахаться со всеми потом появилось много муравьев через через одно поколение из китайцев это уже открытая пропаганда по китайском телевидении антиресом телевидении ничего не одобренного государством не происходит ну там у них жестко дратам у них так вот централизовал зайди на страничку это ты удивишься а сейчас и пропаганда но не сейчас вообще ну ладно потом это жуть вообще просто жить в открытую ну давайте наших защитников посмотрим ладно для примера пока ищите наталья пишет рома магнит от сигарет на ухо есть в интернете я кстати вот будучи музыкантом ни разу в ухо ничего не встремлял и медведь я думаю надо будет защитники жека у меня и так получается сейчас но это не я нет я не такой на строго это ты умеешь стасить не же медведь там было жека салат наброса щитника фильм напишешь посмотри доктор кто 217 а ведь правда интерес и теле случайно называется у нас хранители может быть это нашим и вот-вот-вот они пошел все медвежатина какой-то лысый чувак как ему обосрали наши все либерасты хочешь я его также сделала пробу то же самое скажу фуфло очередную фуфло подделка блин мотивирую обосной в чем мотивирую обосной бездарности понимаем проявляется да блин во всем и в качестве графики в постановке сюжет графика не нравится например фуфлыжная отсталая графика я еще раз повторяем это проявляет слов не посмотри на грим этого чувака он похож на здорового ребенка блин да фуфло но о чем ты говоришь наши фильмы вообще не на никак рассматривать а теперь а мы уже сюда как говорили в 90 но началось не давать с точки до отвечай за жмазок давай попробуй включить мозг и основной посыл какой в твоем понимании этого фильма месседж глубинная история не поверхностная фигня хотя там идеальная графика как женщина и исчезает это вот как королева с водой вот превращение в медведя и так далее там замечательная графика какая основная идея этого фильма на твой взгляд да нет там и ей там идея одна слеза слезать марвела да и все замечательно понимаешь допустим если есть книга то там наверняка идея есть но как сделан фильм это фуфло вот давай лучше книгу рассмотрим на эту тему понимаешь а то как сделан фильм ты за фильм поинтересовался я тебе ответил за фильм фуфло фильм фуфло о фильме а теперь что я увидел я увидел прекрасную компьютерную графику что не привычно даже таким пропиаренным масонским мозговысером типа аванпоста это намного круче уровень второе посмотри актерский состав посмотри режиссерский состав хотя на самом деле те кто реально все это делал они за кадром мы даже фамилии не узнаем что я увидел я увидел отсылку к 79 году к варшавскому договору границам россии и влияние на то состояние это программирование будущего восстановление ссср и системы которая была тогда это отсылка тем технологиям и к тому обществу который был на семьдесят девятый год цифр семьдесят девятый год там фигурирует и четко показано что я увидел дальше я увидел нормальных взаимоотношений человеческие но это бог с ними я увидел объединение дружбы народов там есть и армянские герои и отсылка к тому что там и молдавские будут и прочее то есть там есть сибиряк питерец москва казах с казахстана и то есть объединение восстановления дружбы народов советском варианте я увидел противостояние к машинной вот этой вот машинной технологии запада я увидел уничтожение вот этой иглы останкинской то есть зомбирование людей я увидел противостояние машинному интеллекту это а мне на эту рожу сейчас вечно смотреть посмотри какой грим это это как большой ребенок знали еще кроме американской обороте неально наложенный грим гениально пародия на терминатора на все раздельно кружит вы которая блин там машины зарядила до понимаешь да что за ним машины поехали там полицейские там видел до подобран актер чтобы вызывал именно те эмоции которые у тебя он сейчас вызывает у недалеких умов он должен вызывать определенные эмоции все продумано и просчитано на мой взгляд гениальное проведение на уровне обливина этот фильм похож на стражей галактики похож этот фильм похож на марвел там не как не попала этих супергероев подожди на этих супергероев с марвел тоже это это все с них слизана понимаешь дело не в этом надо же правильно как-то преподносить идеи а не так чтобы действительно вызывали от прощения зачем-то доделательная графика вот эта красивая женщина которая прекрасно показана приказано наследие ссср которому отсылается постоянно не посмотри графика замечательно это все это происходит суперкомпьютеры работали общитали графику прекрасно на мой взгляд гениальный фильм если включить мозг можно многое понять из этого фильма все что хотели донести и заложить создатели и идей там несколько несколько уровней и восстановление сср и дружбы народов и единый враг показан кто враг да это сделала врат технологии показаны вот на да 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 у этого представителя да так кто то он под армянин да или кто он или грузия да не в общем да 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 и продолжай горных народов ну скажем но есть определенная частота определенные свойства менталитет который правильно будет использована вы во взаимодействием дальнейшем во взаимодействие наших народов в противостоянии глобальным западному врагу да это и некая твердость горных народов скала армян условно это и сила сибиряков это красота наших женщин и так далее то есть это быстрота казахов у них есть некое свойство такого то есть там идеально подобраны свойства героев применительно к пенталитету определенных национальностей как с которыми мы все вместе будем освобождаться от врага на мой взгляд гениальный фильм как бы его не обсирали чей бы поверхностный мозг и не пытался либеральный обкакивать вот и все мне кажется замечательный фильм и я его тоже разберу более детально следующем году постараюсь но пока я в восторге это четко посыл от зеркальный именно на уровне мстителей наше противодействие пусть она слабая но размер там не важен важно что это уже есть и на информационном уровне это достойный ответ марвелу несмотря на усмешки ромы да не но правда отмечения отличный я еще раз говорю вот смотри я тебе маленький парадокс скажу вот допустим фильм о все блин вылетела вот вот сейчас целая куча информации всякое вот было отчасти да 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 я просто за движение что ты еще можешь сказать кроме того что тебе грим не нравится так он и сделан для того чтобы тебе он не нравился включи мозг ромать от стругацкие давай так книги прекрасные но все экранизации которые по этим книгам делали такое фуфло я об этом именно тебе сказал что очень извините за выражение не можешь короче в туалет ходить не мучай причинное место понимаешь вот я к чему говорю при этом есть что-то и разбирать тарковскому да и даже разберем сталкера тарковского либо солярис stalker тарковского что не конкуренция на сам фильм не мне просто интересно фильм как еще не набрать и в струга с хоть шпил на роман как и думаешь на есть круче ты сказал что все книга лучше фильма возможно но это все равно что сравнивать солнышко и лампочку это же по книжке сделано поняла еще раз говорю ты сравнишь выпуклое с тяжелым это солнышко подобного ничего подобного соляри с тарковского и это круче был сделан чем сталкер уровни сравниваешь не его фильм это разные жанры абсолютно поэта дальше уже некорректно дальше я не нравится конкретная экранизация мотивируй открывай демонстрацию показывай и говори свои мысли несколько мыслей я уже выслушал не садовая давай расскажу по книге главный герой это вполне себе состоявшийся мужчина который отсидел до который водил туристов в эту зону да а что мы фильме видим сопливую девчонку извините за выражение понимаете который вообще ни на что не способен можно сказать я опять же говорю я читал сначала книгу потом смотрел на него вот ребят если особен да он постоянно ввел себя как не знаю как не мужчина ну что ты ты книжку читал нет ты видимо фильм только посмотрел вот почитай книгу рома да ты поймешь меня философская аспирантура еще в 2000 году я много книжек читал включая известный пикник на обочине обвините меня в том что я не читал но если нас читаешь фильм лучше чем книга то я не знаю о чем ты вообще говоришь и дальше я тебе другое скажу трудно быть богом допустим да ну ты еще понедельник фильм видел фильм видел еще раз говорю мы начали о чем ты не скачи по верхам и понимаешь о чем я тебе говорю же вот рассматривающие начали солярис лучше книги рассматривать них больше будет всего фильмы это это переделаны уже понимаешь и вся идея она может просто умереть в этом фильме идея книжки может просто умереть понимаешь а может не умереть ты снова сравниваешь выпуклое с гладким повторяю это другой жанр не надо это делать ну дело не в том что это жанр я еще раз повторяю оригинал и брать надо все с оригинала они брать какого-то фуфломицина я еще раз повторю я считаю наш кимен кинематограф умер при развале советского союза дальше понеслось фуфло и вот защищая допустим режиссёров которые сделали вот этот вот защитники там или еще что-то это просто разворовывание денег понимаешь и извините за выражение все скажу это высер что это кино что остальные другие фильмы понимаешь точку зрения мне просто вот я к чему веду просто вот вот допустим эту эту есть книга защитники не по фильму вот фильм сделаны кстати тоже по книге у нас есть прекрасные фантасты кроме что до сих пор еще раз если ты не хочешь смотреть фильмы не смотри читай книги мы сейчас обсуждаем экранизации которые имеют свою цель воздействия на подсознание и сознание нам ним на материализацию определенных вещей мы говорим только о фильмах эта тема стрима лучше ли книга лучше ли театр лучше чем фильмы и так далее это немножко ты другие степы уходишь уже не уже не можно тебя попросить открой пожалуйста это господин 420 вот давай его лучше пообсуждаем правильно вот лучше написал надо индийские фильмы сейчас рассматривать зачем зачем я вообще не знаю ну не знаю я еще раз повторю русский кинематограф вообще никак можно не рассматривать вообще никак давай обсе поговорим да пес или как нам сериал называется или улица разбитых фонарей тоже что там несут тоже знаю на какой-то интерес к этому я знаю давай здесь смысл поищем не давай я против я не знаю о чем речь не уж здесь вообще ничем ты уводишь куда-то на шапс я не увожу я я еще раз повторяю фильм сделан бездарно и актеры извините длинник нет и режиссер бездарный понимаешь и графика бездарная ты чё хорошие графики не сыграй лучше зачем мне играть лучше просто ящик ты меня сейчас не понял просто если ты хочешь какой-то посыл найти не ищи в исковерканном ищи в первоисточнике есть первоисточник вот лучше его рассматривать а фильм он явно будет искорежен илья вот давай без обид и во многих фильмах которые сделаны по книгам может быть процентов 20 от книги останется понимаешь основной все добавка выдумка блин попытка выкрутиться там украли больше половины денег и надо на остатки что-то сделать понимаешь они не говорить о воровстве кто о чем а ты о воровстве ну а как рассматривать люди которые создают эти фильмы в деньгах не нуждаются это мягко говоря сколько нужно столько и будет и на окупаемость им плевать поверь цель воздействия наше подсознание забудь о деньгах применительно к этим фильм иначе ты уводишь разговор не туда снова твою любимую политику у тебя свой все сводится к воровству воровства нет еще раз игре система геноцидов я тебе скажу так если ты будешь голливудские фильмы смотреть и марвелов ски да вот рассматривать вот там явно будет что-то более серьезней по смыслу по смыслу именно и тайные смыслы там явно будут а здесь на опять же повторю идея может хорошая да берут хорошую книгу попытаются сделать фильм но на выходе выходит фигня понимаешь полнейшая фигня причем с коверканным искореженным смыслом и посыл автора этой книги уже давно замылен будет ну я не знаю я согласен с тем что там попытались объединить война миров разные на руки фильм смотри с томом крузом последний смотрел как какой война миров война миров смотрел но он не последний фильм у него последний в там лучше чем в книге допустим что там лучше вообще по тому и идеи вообще нет первоначальной от волоса идея отвелся возможно ну тогда почему там другая голливудские фильмы более детально следует замыслу автора и сети правильно понял не 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 подожди если брать волоса в этом этот фильм он переадаптирован под наше время понимаешь то есть произошла до полности в фильме и многие вещи которые описывал герберт уэлс они претерпели извини изменения именно под нашу реальность то есть а ты сейчас газу таки искажения есть недавно был написан понимаешь вот еще раз да плевать когда он был написан ну как нет это не плевать есть понятие искажения понимаешь эти понятия только в твоей голове все конец моей они голове ну она не о чем ладно ладно уже хорошо покажи что нибудь другое мы идем дальше хотя мне кажется что уже 2.46 стрима идет давайте что нибудь еще разок рассмотрим давайте еще разок и давайте это да завершим стрим так ну что же вам показать то на твой вкус еще раз рассматриваем масонские фильмы на самом масонске это матрица кто помнит я говорил вот этот фильм в частности замечательно 76 года я это я еще не родился в это время крутенный фильм про утопическое общество будущего которая живет и думает что она живет она просто как бы в таком в резервации под землей какая идея 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 вечно молодого общества каким образом они этого добиваются ну для обычный обычных людей которые просто живут там до максимум можно прожить лет 25 насколько я не ошибаюсь и там как бы существует у каждого в руке кристалл который с определенным возрастом меняет цвет и вот когда ты достигаешь красного цвета да вот кристалл типа все это сведос можно тебе на перерождение там такой есть центральный зал у них зал посвящение можно его так сказать церемониальный зал не знаю найду ли я сейчас здесь его этих картинках наверное нет и как бы там показан какой-то круговорот энергии там на самом деле там там показаны технологии левитации технологии лазерные технологии биометрии и так далее то есть описать себе 76 год там показано чуть ли не то что и мы сейчас имеем вот и людей там просто сжигали которые там 30 лет допустим достигли а те которые скрывались все все как в звездных войнах как еще в других там дивергентах инсургентах где там есть повстанцы отверженные да есть на нормальное общество которое вот существует по законам определенным а отвержены опять впадают все картинки непонятны отверженные по и повстанцы да и они просто хотят жить и они типа изгои то есть как всегда есть элита да есть изгои такой посыл идет и конечно же тут показано доступность разнообразных пласких у тех там телепорты показаны лазерные технологии супер оружие а еще здесь показано когда вот он появляется на поверхности главный герой вот вот этот актер что мир то который до этого существа он просто уничтожен полностью уже зарос лианами всякими там растениями то есть все там была какая-то война да как обычно все уничтожено а вот этот вот этот сохранившиеся общество нового существует таких жестких рамках вот эти товарищи это полицейские это система контроля то есть они сэндмэн и звать сэндмэн и и вот они как бы они контролируют все у них есть пистолет это какие-то плазменные там не знаю как волновые какие-то пистолеты они контролируют все там есть технологии изменения внешности поддержание красоты лазерные то есть можешь себе изменить лицо скулы чего хочешь причем это все быстро делается и качественно с помощью роботов 76 год друзья там показано вообще очень круто режиссура сценарий игра костюмы суперфильм вообще потому что они знали это предсказательное программирование и этим фильмом один из вариантов нашего общества строился да один из вариантов они всегда в разных фильмах показат разные варианты вот этого тоталитарного общества которые мы видим сейчас да 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 и причем и и изгои так называемые и называемое официальное общество они жестко классифицированы там четкие страты есть и они подчиняются одному и тому же источнику и о них противовес и между ними такой анагонизм и противостояние до более того 76 год искал это время написания игры эндера курс он скотт карт написал интересную пьесу скажем так игра эндера это единственное произведение которое рекомендовано к изучению в высшем военных учениях заведениях сша обязательно к прочтению и недавно вверх фильм вот тут кстати показано вот я о чем говорил этот главный герой причем они живут замечательно вот эти вот сэндмэн то есть обеспеченный полностью от и до а вот это вот к телепорт и вот он тут выбирать себе спутницу на сегодняшний вечер причем там мелькают женщины мужчины то есть он может себе и мужчину выбрать то есть послание идут к конкретно здесь да в разных областях а еще такой момент обратить внимание как они одеты это отсылка к древней греции древнему риму типа восстановления общества в новом облике очень здесь ложь с правдой сложную сложность правда перемешана и программирована вот посмотри это варианте эски рим вот дивный новый мир крутой но очень ужасный мир я бы сказал да но жесткий но но красивый высокотехнологичный то есть то что нам сейчас и навязывается забыли добавить тогда еще не было это популярно сейчас бы добавили и геев и транссексуалов и не все и всего получил и не не все были бы белыми глубоко но как бы да тут вопрос можно что этом году не толерантным его ты смотрел же игра эндер да конечно не надо не один раз к вопросу о том что говорю рома один в один фильм с книгой но книга была написана в там 70 каком-то году когда он идеи эти вынашил там показаны планшеты там показана биометрия что при подходе к шкафчику он открывался только либо когда ладонь предложили бы когда сканирование лица там показаны чипов шипы вшитые в одежду там показаны все много много всего чего всеми 70-х годах еще не было восьмидесятых этого не было там показан интернет единая сеть и самое интересное там показана война кольским и вот об этом будет собственно весь мой канал следующий год с кем мы будем воевать уже вот а вот тут показан момент выстрела ведь как вот непонятно энергетическое оружие но эта тема во многих фантастов у многих фантастов так называемых всех масонов фантастических или фанта масонских фантастов 50-х 40-х годов где формировалось новое общество там были разные варианты но остановились вот на этом да тот же азимов казино да интересный товарищ а вот недавно был фильм как недавно 2000-е demolition man казалось бы боевик боевик со сталлоне вот набери демолишин мэн молишен то подрыватели как-то ну по на английском смотрел демолишен сталлоне набери и подрыватель что-то такое стран разрушить им как называется может быть разрушитель ну что такое я не помню ну давай фото да ну а ну да я не смотрел положено же разы на общество будущее ну якобы заморозили полицейского общество будущее вот то что ты говорил абсолютно все такие мирные всем промыты мозги только виртуальный секс есть подполье реально под землей живущие в новом городе старый город разрушен якобы землетрясением и вот на обломках старого мира в подполье живут такие люмпины борются за еду и прочее и есть город на поверхности вот то что ты говорил якобы полностью исключено насилие энергетическое оружие машины с автопилотами и так далее и и никто якобы не умеет убивать потому что промыты мозги вот все то же самое о чем ты говорил вот эта идея верхнего и нижнего мира люмпинов которые живут это она красной нитью во многое во многих фантастических произведениях и пусть соратники кто смотрит зрители напишут где еще эта идея просто не хочу озвучивать потому что много известных фантастические произведения старше поколений которые увлекалась фантастика наверняка мне там десяток произведений на завод где есть эта идея верхнего и нижнего мира условно ты молодец что тему поднял же ну вот мне напоминает этот фильм лорд дред только предыдущей версии которые суть до судья дредка тоже сам тоже показано то же самое абсолютно и играет в столоны в новом фильме то немножко все по-другому но там тоже своя идея и там тоже интересно посмотреть там свой сюжет вообще абсолютно так что все верно вот она да тут вот эту девушку это полицейская которая ничего не знает вообще то есть полицейские которые пользуются планшетами задают вопрос чем не сделать когда вот как арестовать потому парит подойдите там прикажите четком скажите не получится еще что-нибудь сделать то есть они ну можно сказать тупые которые ничего не знают все по указке по утрированно да она мне нравится этот фильм тем что он пожалуй последний фильм где положительный герой белый а отрицательный черный при всей толерантности потом все стало абсолютно наоборот где показана гетеросексуальная пара типа любовь где женщина не главное старый добрый столоны да прямо ностальгия потому что с вами именно друзья что матриархата по самое не балуйся этот токсичный феминизм уже немножко уже русалка черная и джеймс бонд женщина но это перебор уже терминатор и женщины охотники за привидениями охотницы и вот это вот супер женщина этаж это перебор мягко говоря и нормальная семья нормальная семья которую содержал робот до терминатор меняющий подгузники это что-то с чем-то ты туда там за что горит антеля бенз то что я подгузники меняю то есть вся идея вся мужественность мягко говоря в подгузниках когда промывают ласки это надо это это просто шедеврально поэтому за такой момент вот вроде хочется сказать смотрите этот фильм да интересно я не скажу насчет нового терминатора новейшего друзья скажу так и ни в коем случае не смотрите его вообще даже не интересует свет полный для в которые могут любят засирать свой мозг вроде меня рекоменду которые воспримут нормально критично включив мозг да 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 по кадрова и не в кинотеатре чтобы вот это стадное чувство не сработало чтобы был включенный мозг а в кинотеатре все-таки мозг выключается и вот это вот эгрегор общая энергетика зала она зомбирует если смотреть то только по кадрова и включив мозг дома в частном порядке друзья дома без единовременного просмотра на который именно акцентирует свое внимание верность вот в моем крайнем видео об этом хорошо сказано на самом деле все тогда наверно давайте на завершим наши осмотр потому что эти фильмов много рассматривать еще много как спасибо там еще еще есть 451 градус по фариге фаренгейту старый фильм давайте все на потом оставим как-нибудь еще конспирологический стрим замутим если вам понравилась эта тема друзья мы ее продолжим но у нас женя у нас еще клипы клипы это вообще отдельно чем у нас еще и советские фильмы первые например тоже что грязно рассматривал помнишь например тот же далее друзья спорили премьера ролика то есть клипа илья цельнозор танцует лезгинку а как желание будет не знаю я же говорю вещь как я пошутил ты сказал ищу клипы у вас есть до разбор клипов который клип который нужно рассмотреть да у нас есть их есть у нас их есть у нас до мадонна 1 чувствует с крайним клипом деревне боги египта да это тоже фильм такой есть ну давайте наверно сейчас карте мотор да надо будет время выбрать именно вот какой-нибудь определенный день на росте завтра вот туда среду ребят слушайте я знаете что предлагаю а может быть мы с вами коллайдера смотрим а это все в ту же тему чем материализуют на разных уровнях будет коллайдер и гатарский туннель с этим связано но это тоже все будет понятно после разбора серии фильм когда я покажу как действует враг и на это то есть через год это где-то ближе к середине следующего года я думаю а воно как а иначе будет непонятно вот оксана я согласен пишет может лучше по книгам тогда половина фильма в экранизации не согласен потому что допустим вот сериал известный самый известный самый лучший а игра тронов до game of thrones игра престолов по русском переводе правильным не совсем правильным неважно там концовка который соответствует фактическому обстоятельству ситуации на сегодняшний день но там все так переврано и в книге не такая концовка этот мартин он не это закладывал он хотел другое но создатели сериала вынуждены были скорректировать концовку под финал под то что есть сейчас потому что жизнь вносит свои коррективы потому что вся фантастика это отражение того что есть сейчас включая мстителей моих любимых и на этой домовой мажорной ноте надо и завершить что-то напомнили такие интересные фильмы да на будущее тут тут же ультрафиолет действительно классный фильм это давайте все друзья это еще 10 часов все может подлинца давайте завершим это действительно очень интересно но давайте просто уже как бы завтра еще и рано вставать или новый год хорошо или я тебе привет а от меня пожелание илья ты читал же трудно быть богом да или нет и понедельник начинается в субботу да это были скажем 90 90 2000 но их два варианта экранизации есть есть более старая экранизация и есть более новая да то есть там не смотрел тарковского только тарковского ермольник там играл да ты это смотрел вот но ермольник я так скажу он не прибавил ни плюсов ни минусов в этому тоже извините за выражение опять же но это на любителя но читая книгу ты поймешь что кино фуфло понимаешь сыграть у него селилов может любой дебе спорта сыграть нам уж там определенно там же типа средневековая якобы так будьте будь добры быть средневековыми людьми но не дебилами а в этом фильме люди играют дебилов понимаешь а это большая разница это далеко уже не актеры там такая цель и мы опять же путаем формат вот на этой мажорной полтора часа закончить до в полтора часа фильма всю книгу не не уложить с этим я согласен но это другой инструмент принципиально вот с этим давай на этом закончим кино есть кино мы рассмотрим кино как массовый инструмент книга немножко другой инструмент под руки ну я тебе просто чтобы ты немножко ну блин давай так мое мнение мой взгляд примешь ты его не примешь скажу просто в заключении сравнивать опять же импортные фильмы это с нашими да это две разные вещи это вообще две разные как говорится два разных мира знаешь почему я об этом говорю сделать какой-то высер дабы оправдать разбазаривание денег это одно понимаешь а сделать шедевр это другое наши сейчас на это не способны они оправдывают те бабки которые они просирают извините но я так буду говорить они просрали бабки на свои нужды какие-то непонятные поэтому делают вот такие вот высеры понимаешь я это фильмами назвать не могу и честно дорогие там кто-то в режиссеры может кто-то смотрит блин ребята найдите себе новую работу вы не режиссеры вы не актеры понимаете просто игра с домом а если у рядовых полковников есть по 9 миллиардов то у рядовых режиссеров есть большие суммы им деньги не нужны ты мыслишь очень узко это мягко говоря извини да ты понимаешь чем больше денег тем больше хочется еще раз говорю после некоторого уровня на деньги плевать потому что там все решает статус и об этом я тоже расскажу в следующем году но согласен буду ждать следующего года я бы на том месте еще сходил бы на курсы актерского мастерства может быть там еще чего-нибудь выяснишь себе ладно давайте без обид друзья правда давайте заканчивать потому что у меня допустим два часа 41 минута уже идет стрим от веста приветствую но мы уже идем на в году так что всем добра благодарю участников и опять друзья поймите мы не ругались мы не скандалили у нас просто у каждого есть своя точка зрения естественно это хорошо когда есть много точек зрения правильно это рабочий момент конечно не но спорах рождается истина даже если редко сказано не греческими учеными а просто но я согласен спор это не ругань и спор этот рабочий момент да так друзья 8 спасибо за ваше количество которое присутствует сейчас на стриме же рекорды я надеюсь вы всегда так будете приходить на стрим в таком количестве постепенно ведь это же хорошо когда вас много и насколько у тебя же мы с вами общаемся ну все давайте на этой светлой ноте завершим огромное спасибо за участие за ваши комментарии всем добра до скорых обрасти чеха новых видео и стримах всех вам благ братья и сестры всем добра друзья как остановить дать и бурашка зря кофе сварил доброй ночи друзья я уже выключил а как-то не выключить в бс илья вы выключили не а как выключить я впервые я нет не случился нет он микрофон рубану да да как включать то я впервые тут там же там же где-то запустить нажимал эту же кнопку нажимай на